Если чуть-чуть попишется. Вдруг скажете что-нибудь такое великолепное. Не очень бы хотел. Не очень бы хотел. Ну тогда не будем. Я все ждал контента, когда Готю разберете. А, ну я собираюсь. Я собираюсь, но сейчас столько материала накопилось, которые надо каким-то образом переварить, что просто трындец. Я вот сейчас сидел, на одном компьютере одно, на другом компьютере другое. Вроде все не важно, а вроде все надо выложить. Готовые надо разбирать. Я все жду, как после зимы он себя перейдет. Там же вот эта волшебная жидка. Как она себя покажет? Он уже вторую зиму переживает. Я его после той зимы тоже не разбирал. Я везде нанес эту жидку гидроизоляцию, поэтому как бы я так спокоен. Но разобрать хочется, но если буду разбирать, то уже очевидно, что и подшипники меняют, потому что захочется и мотор колесо разобрать. Поэтому надо набраться, с духом собраться. Ну да, колесо как-то разбирать. Не-не-не, там главное... Там же головка обрезная. У страха глаза велики. Разрезная, да, наверное? Скорее, что там же провод. Да там наплевать, инструменты весь есть. Там ничего сложного нет. Сложно это первый раз. Вот я и хотел сам. Да они эко-дрифтовцы же разбирали колесо. Я загнул ручку. Ну я тоже загнул ручку. При первом падении ручка загибается и ломается, поэтому это нормально. Это же круто. Она сразу, она сразу, да-да-да-да. Я лучше вообще, наверное, чем-то таким, то ли, раз они не придумали такой щелчок на какой-нибудь закрываться, я-да уж думаю, может на репучку на какую-то закрывать, потому что при любом падении она выскакивает и сразу ломается. У меня уже вторая ручка. Стоит 4 косаря? Целиком, да. Она у меня сейчас загнутая, я ее так подпрямил, она так выходит на... Ну, хуже, чем, естественно, на новом. Но можно, если что, не за 4 косаря ее купить. А контакт у меня возьмете, Александра, вот этой менеджера, напишите ей. Скажете, что от меня и она скидку должна сделать. Я просто... Нет, я с Алиэкспресса заказываю. Не надо с Алиэкспресса, здесь дешевле будет зэкодрифт. Ну, я просто сразу тогда заказал, когда... Потому что 4 куска это еще дороговаясь. Ну, да, да, да. Узнайте. Все все равно в Россию приходят по моноколесам, сейчас через зэкодрифт, и каким-то образом Эльдорадо, там, чего-то, какие-то крупные сетевики пытаются, ну, а не чисто колеса пытаются запраскивать. А так все запчасти через зэкодрифт. Вот даже у меня Константин был, он купил МТЭНа третьего, вот сына. Он купил здесь, в одном колесе, в Питере, а там наклейка Экодрифт. Я заказываю там на Озоне, мне приходят колеса, там тоже наклейка Экодрифт. Поэтому... Все равно все через Экодрифт идет. По ценам, смотрите по ценам. Я просто заездил, я думал, как его разобрать-то? Есть сложность вообще в нем разбирать, а? Как-то не очень... Нет, никаких сложностей там никаких нет. Нужно просто время, коробочка, куда все будет складываться, чтобы не потерялось. Я хотел вот ручку поменять, я поехал, сейчас катался, думаю, задам вопросы. Как его разобрать, ну, чтобы они при мне разобрали. Их есть на сайте Экодрифте, есть разбор колеса. При мне ничего не буду разбирать. А, в смысле они говорят, что... Просто, да, что я разбираю-то, я думаю, что две крышки снять, да, там, минут 20, работает полчаса там от силы, максимум. Ну, может быть. Сама ручка-то, что-то там, крепежик плачет. Я ручку не снимал, поэтому сказать ничего не могу. Там крепежей-то должно быть достаточно, как бы, но... Четыре крепежа всего там, в комплекте даже идет. Да? Да. Ну, значит, так. Полностью комплект. А ручка вам пришла уже, да? Ну. Просто надо набраться храбрости и ее поменять. Ну, я вот думаю, надо узнать, как... Заодно, может, и побрызгаю, у меня же есть с ней. Побрызгать надо обязательно. Изоленты хотите побрызгать? Я изоленты боюсь брызгать. Ей только если на собранную брызгать надо. Потому что она же диэлектрик конкретный. Если вы на разъем разомкнутый попшикаете ее, потом разъем соедините, возможно, что это будет, как бы, совсем плохо. Потому что это жидкий диэлектрик, который он, как бы, для этого предназначен. А изолента, она же застывает. Нет, нет, жидкий, но вот эти, желтые. Ну, желтые, да, либо другие какие-то. Ими лучше, но просто чтобы зелени не было. Кофей куда? Да, можно. Я вот отдыхал. Потому что они делают гидроизоляцию. Ну, какую они делают? Они же все равно мотор в колесо, ну, что, лаком сбрызнут, и все. А там больше ничего и не надо. А вовнутрь, а самая влага-то все равно вовнутрь пройдет, ну, изоляция. Они, наверное, там все-таки сделают. Я хочу как-нибудь. Я думаю, что это другие деньги будут. Они, они дорого стоят у них. Гидроизоляция у них стоит, по-моему, от 8 рублей. В Акадрифте от 8 рублей. А, это ведь? Да, я говорю про них, я не про другие. А другие 6 берут. Ну, нет, нет, а может же по-разному все это будет. 6 это бумага. У нас это Delight Device, которого, да, я не очень люблю, потому что он по проезжей части ездит. Ну, он занимается сервисом на колес, на авито. Я всего не ездил, да, Дима-то. Ну, его, по-моему, я зовут. А, Володя, Володя. Нет, Володя, Володя. А, Володя, Володя его зовут, да. Вот он вроде очень хорошо в технике в этой разбирается. Можно, и чего они говорят? Тоже забирают. Не, ну, забирают и делают, да. А хочется-то, конечно, да. Я... Хочется взглянуть на все. Да, взглянем своими глазами и... Хрен его знает. У меня 100 километров пробежало. 100 километров? Да, да. 160 километров. Ой, девочка какая, я не могу. А что я покатался, жена на велосипеде. Она говорит, я с тобой не поспеваю. Не, ну нормально, можно же со скоростью жены ехать. Ну, она и устает. Ей полезно. Женщины дольше дожду, вот это надо тратить ее. Ну, я как-то, ну, это получается, что мало. Я говорю... А она боится на колесе, да? Ну, хочет, как бы, я говорю. Хочет? Я говорю, поехали к Виталию. Вот тебе научусь, снимешь контент. Конечно, конечно, я научусь. Нет, я это... За 15 минут, да. Не, не понятно. Я хотел ей такое взять. За 15 минут это научим, не слава. Я-то сам учился. Я тоже сам учился. И, господи, как вспомнил, блин, вот почему никто не объяснил. Я просто поехал, купил. Мы поехали, заказали. Вот как раз... Сразу в Москве заказали? Да. Вот прямо сразу... Удачно, да. Как бы и без проблем. Вот единственное слабое место вот это. А так... Прошка, она самая офигенная. Она самая офигенная колесико. Ну, я просто смотрю, да. Кто-то покупает. Сразу меняют, сразу какую-то смазку там наносят. А там ценник, по-моему, на иконский. Блин, если хорошие подшипники брать, я думаю, такой подшипник стоит рублей 5-1. То есть 10, плюс замена, плюс все это. И все равно поверхность-то огромная. У нас маленькая, маленький. У нас площадь проникновения очень маленькая. А там, блин, там 20 раз больше. Там по-любому, за счет перепада температур, по-любому туда воздух проникает влажный. Оттуда выходит. И по-любому там что-то будет происходить. Поэтому он этот, как бы, Фантомас же купил сразу себе с большим подшипником. У него первое видео было. Ржавая, называлась... Ржавая Мандаун назвал это видеоролик. Потому что он достал подшипник, а он уже ржавый. Он еще на нем не проехал, а он уже ржавый. Они большие, площади большие. Смазка некачественная. Американский этот блогер, который гоняет в Чу Теч или как-то у него канал, он какую-то морскую смазку туда красную нафигачил. То есть пыльники снял, ему красную морскую смазку нафигачил. И типа я вот по субтитрам смотрел, он говорит, что будет все огонь. Не знаю, посмотрим. Что-то он гоняет именно на... Он на супиксе гоняет на сотке, как на этом. Ну, прошка она помощнее. У вас ХТ-шка? Или... 38-й там что? Короче, она... Он же ХТ-шка. Тяговиты, ХТ, да. Я тоже ее собрал. Я выбрал ХТ. Сколько он на холостом разгоняется? Не пробовали? Нет. Просто колесо для вложения включаем, полностью заряженное. Колесо берем. Нет, я не пробовал. Это элементарно. Я сейчас покажу. Сухое здесь у меня колесо. Я попробовал. Думаю, линолеум. Да, линолеум ковры сразу. Поэтому аккуратно. Аккуратно. Главное, что и ноги можно также подрать, и брюки. Все можно подрать. Сейчас я покажу. Как это все делает? 38-й, да. Там на оба тиши. Это, понимаешь, что Володя когда гоняет, он поставил передел, а фикса поставил. Но он легкий. Он сам по себе, и кем мало весит. Поэтому ему по-любому нужна либо ХРС, либо что-то такое. Потому что они все легкие. Фантомат легкий. Ну, так Володь тоже легкий. Они все легкие. А я тоже сотку вешу как-то. Не, мы уже тяжелые, получается. Мы тяжелые, и нам нужно нормально. Мы можем притапливать. Мы лучше... Ну, короче, все под них. Так, что-то здесь у нас. Сейчас. Сейчас я покажу просто... Ну, как бы и взял сразу же его. Но он тяговитый. Да, ну, самое нормальное. Не может быть 100% зарядки. А, ну да, я же вот здесь заряжал. Все. Вот мы берем. Вот приложение у нас получается. И просто... Вот включенное колесо без нажатия кнопки. Просто поднимаем и спокойно крутим. И спокойно крутим. И вот он нам покажет максималку, которую он выдает на холостом ходу. Ну, и так можно для профилактики сделать там 2-3 раза. Сейчас он есть и схватится. Ну, вот у меня уже стал послабже. Раньше он разгонялся до 90 лет. Сейчас 88. То есть, наверное, подшипники. Подшипники надо менять, потому что я их не защищал. Я там смазку никакую не наносил снаружи. А эксплуатировал-то я и по глубокой воде. Да, я думаю, что там еще сальничка. Там подшипники по-любому, да. Выходит уже из строя и по звуку чувствую. Поэтому в ближайшее время я это все разберу. Надо с силами собраться. Здесь я чуть-чуть... Мне просто интересно, а вот это, то, что диэлектрик, вот это, как он спасает? В принципе-то он как смолатый. Он защищает от воды. Он защищает от воды и от кислорода. У нас коррозия почему происходит? Потому что есть доступ к воде и кислороду. А дренажа-то нету? Дренажа-то не делают? Нет. Зачем? А вот через ручку-то что-то появится? Да наплевать, пускай. У меня вот сейчас в помещении, вот здесь под ковром лежит греющий полос. То есть колесо, допустим, вот мокрое, на зле я приехал сейчас, да, вот оно мокрое, стоит на зарядке. К вечеру оно полностью просохнет, потому что за счет конвекции здесь греющий коврик, он работает всегда. Дома греющий коврик. То есть я прихожу, ставлю, и он сутки работает, он по энергии там не очень затратный. И все просыхает, даже если в полости что-то попало, все равно все просохнет. Потому что они уже делают дренаж, я так понимаю, просто дырки делают. Просто дырки, конечно. Просто делают дырки. Наверное, самое крутое у Далай-Девайса, я не знаю, но они же все жадные, они же не хотят рассказывать, что да как. Они все, это, наверное, правильно может быть. Я еще боюсь из-за того, что, хрен его знает, новое колесо как-то отдавать, и может и аккумулятор лечиться, постарее папа запихнуть. Я же этого никогда не узнаю. Я думаю, в дальнейшем сервис должен как проходить? Просто отдали колесо, и вот с момента, как взяли колесо под камеру, это все должно происходить. Да, да. Да, мастеру на душу не надо у мастера стоять. Это многих мастеров бесит, потому что они там, может они там голые это все делают, может их это впирает просто, да? Может они как Аршарин там на Мач-ТВ дрочит, понимаете? Пускай, но главное, чтобы вы видели, что происходит с нашим колесик. А вот это самое. Я машину свою отдаю, я не отдаю ее, чтобы не видеть. Да, да, да. Я всегда присутствую. Да, говорят, нет. Вы же давать, давайте либо каску, жилетку, да, я буду стоять рядом. Потому что, к сожалению, хороших мастеров очень мало. Я вот из-за этого и стремлюсь. Поэтому, либо надо тем, кому доверяешь сразу, либо при покупке. Ребята, а делайте мне гидроизоляцию. И чтобы с гарантией, чтобы не просто так вот, как Хагов, колесо сделал, отдал, потом оно сгорело. Ему претензию, типа, ты плохо сделал, он говорит, а хули вы по воде ездили. А зачем ты тогда там что-то делал? Ну, я как бы и стремлюсь, наверное, по воде ездить, просто, ну, дождик-то как бы спасет, спасает. А дождик-то, конечно, спасает, они там... Я просто хотел, да, когда же Виталик год тут разберет, ведь он катается все-то по воде, по лужам. Да, по всему этому. Ну, блин, мне посмотреть, что там происходит с двигателем. Так как он... Я вообще первую зиму разбирал, да, и получается нормально. Держи. Я его разбирал, я его разобрал сразу, как только купил, и все. Сразу, как только купил я его. Прошлой зимы и не было. Вода была, глубокая вода была. Разобрал, как купил, диэлектриком залил, в подшипнике не лез. Поэтому... А, просто она обрызгала схему вот сверху, да, а занес, и, ну, я видел контакты. Время есть? Вот это видео я посмотрел. И надо разряжать, я так понимаю, что вот этот контакт... Да, это само, как на всей технике надо нажимать. А, что-то я как кого-то американское выяснял, а еще что-то там... Обесточивал, чтобы еще до конца как-то уже был. Не дай бог, я затронул тебе схему там, чтобы не погорел. Ну, схему лучше вообще руками не трогать, как бы, но... Есть времечко? Времечко? В принципе, сейчас я могу как раз и взять колесико и раздербанить его до стадии ручки. И будет понятно, да? И будет... И уйдет страх, да? Я не понимаю, не терапливаюсь. И уйдет страх. Ну, единственное, что это будет чуть-чуть на видео все, потому что я все-таки на видео, да? Так, тогда сейчас мне надо... Так, столешницу, главное, на нее не опираться. Сейчас я положу ковричек. Возьмем колесико, тарелочку. Ну, сейчас кофейку попьем мы. И пройдем и посмотрим, сразу все видно будет. А то я так энергии долго буду набираться. А так пока праздники, есть возможность как раз будет и разобрать его, и собрать технично. Да, я же и поехал, думаю, сейчас пока праздник, сейчас пробок нету. Думаю, я вот на Петроградку к ребятам, где Вова, где работает, думаю, что пришел. Илья, по-моему, с такой... Мне казалось, что Илья, это и есть этот Далай-Далайс, нет? Ну, наверное, да. Он, наверное, вот на... Ну, почему ты сказал, что? Он на Тесле ездит, на этой фиолетовой или как она там называется? Нет, ездит Володя. Володя, Володя, вот с этим шлемом. Ой, я в них даже не... Я в них не разбираюсь. Ну, они вроде как специалисты, они делают вот эту защиту офигенную из этой, как это, из стеклопластика. Да, да, да. Если бы хотел... Да, вот это бы надо бы, наверное, вот... Потому что все колеса, которые на скорости разлетаются, все сразу аккумулятор вылетает, все вылетает на них. Потому что уже у меня тоже оно улетело. Я когда шлюпнулся, я увидел... Не, ну крышки-то не улетели. Не, ничего не улетело. Нет, просто... Думаю, ну, ручка, да, сразу. Да, ручка-то сразу. Не, а колесо-то кувыркается, оно тв-тв-тв-сал. Почему они фиксатор никакой не сделали? Ну, хотя бы легкий фиксатор какой-то, да? Ну, вот они до сих пор этого не сделали. Нет, и самой ручки, когда вытаскиваешь, нету, как, наверное, у Кингсфонга есть, наверное, фиксатор-то, да, 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 да. Вот если бы у них хотя бы 4 был бы, он бы не вылетел бы, не вылетал бы. Но там даже дырки нету. Не, 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 ручки все сразу выходят, и я вижу у блогеров, которые ездят на колесах, на супиксах, на прошках, у них у всех какие-то вот эти терминаторские ручки какие-то сверху, как у... Как у имошена 10-го, такие железки, которые... То есть они штатными уже не пользуются, почему-то. Сейчас касается, ну... А зачем она нужна, я не знаю. Если колесо разлетится, он этой ручке себе же сонную артерию переполил. А, они фиксируются там, как защелкают там, они там сбоку тоже... Да, все равно железные. Все равно железные, да. У нас на бампера запрещено ставить, и гурятники, и все остальное. Не просто так, потому что кому-то захотелось. Это же безопасно. Какая тут безопасность, я тоже на Патриоте езжу. Я пока очень... Вот пока мы живем в такое идеальное время, что тринец. Нет, взрослый человек, да, а молодняк, нет. Ну, да. В толпу въехал народу, все. Одно дело там. На 69-х и не было никаких пластиковых бамперов. Всю жизнь железная была. Да, нет, нет, нет. Это, конечно, мы же растем, мы же должны стремиться к этому. Да какая масса, у меня даже Патриот сколько он весит, 2 тонны. Какой бы там бампер не был, там ничего не будет. Очень существенно нам падать. Либо в защите падать, либо без защиты. Я купил, кстати, наколеники. Надо как у Константина на коленики. Такие с этими, с продолжениями на это, на голень, да. Вот так вот поедем, да. Да, с поддержкой. Если что, можно было и по ноге шарахнуть, чтобы человек упал и осознавал свое поведение. Ну что, сейчас коврик положим. Так, отверточка у меня должна быть заряжена. И начнем тогда. Я что, смотрел защиту защиту? Я думаю, как-то сразу надо взять. У меня такая детская-то есть на роликах. Ну, как в декатроне продаются. Нормально, обычно. Нормально, брюки спасет. Ну, посмотрел, а молодой парнишка продавал. СТГ-шные, хорошие, защищает из них. Болень. Да, да, да. Как бы взял. Как подарок судьбы он-то продавал. И за копейки. Так. Сейчас на всякий случай сразу врубим какой-нибудь ролик. В разборке, наверное, самый лучший будет у эко-дрифтовцев. И разобрать. Посмотрим, что он нам выдаст. О, вот они прошку разбирают даже. Сколько там всего навертели-то, а? Наверное, попрошки сейчас и глянем. Там ничего такого глобального они не могли сделать. Он ездил на это, да? Но ты, если он ездил, этот Володя. Ну, внизу. На низу. На низу. На низу. Который из них? Да, внизу-низу-низу. Вообще-вобще. Вообще-вобще. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Володя. Вот на этом. Володя. Да, ну, Володя это и есть. Это вот Delay Delay. Его канал. Я правильно же понимаю? Ну да. А начальник там другой, который на сайте, да, вот эта штучка у него тоже. У него такая же штучка. Да, я в них вообще не разбираюсь. У них тоже своеобразные эти шестки. Я в них не разбираюсь. Но они очень хорошо делают все эти защиты. Ну, мне они нравятся внешне. Они красивые. Они красивые. Они сделаны там с прозрачными штучками. То, чтобы подсветка не уходила в ноль. И они так нормально делают. Они лифтуют Tesla. И вот то, что для молодежи, для легких, нам не подходит Tesla. Очень жаль, что нет модели, которая бы подходила к нам сразу с 3-дюймовой покрышкой, сразу на высоких стойках и сразу с мощной батареей. Форм-фактор там офигенный. Офигенный, просто офигенный. Но она не подходит нам абсолютно, потому что, ну, блин, она под нами рассыпется. Они хотели продажу увеличить, текодрифт. Дали Фантомасу, Теслу. Ну, самая продаваемая модель должна была быть. Он ее ушатал тут же. Да, я видел, что там он... Да, он ее сразу ушатал. И сразу видно, нахер мне это надо. На ней ничего не сделать. Корпус сразу рассыпается. По ступенькам не попрыгаешь, поэтому не попрыгаешь. Все сразу в хлам. Это даже он. У него масса до 80 килограмм, я думаю. Но он уже экстриментом занимается. Ну, прыгать надо. Ему надо, чтобы колесо было голое по сторонам. Да, то есть, чтобы она корпус не задевала. А там эти красотули, все они, конечно, в хлам. Там даже об порядке страшно. На нем не запрыгаешь. Ну, запрыгивают. Они вот как раз, вот оно легкое, на нем попрыгать хорошо. Ко мне приезжал. Тоже Володя приезжал как раз. Он тоже прошку взял. У него Тесла, и он взял прошку в итоге. Но на Тесле он ездит, потому что он легенький. И он приезжал зло попробовать. Он думал, прошку брать или зло. И ему кто-то дал мой контакт. Он приехал и попробовал зло. И понял, что ему надо другое колесо. Но мы с ним прокатились. Я на Тесле, то есть, как бы спокойное колесико такое. Без... просто спокойное. Для женщин, для детей зло. Или для тех, кто погонять любит. Оно самое зверское. Он говорит, оно быстрее, чем прошка. Он говорит, ну я понимаю, ты с его массой она быстрее. Он давануть не может просто нормально. Это нам достаточно носочком придавить, и мы уже улетели. А ему надо вон всем телом ложиться вдоль асфальта. Получается, что так. Я вот хотел подушки заказать с Алиэкспресса вот этим. Классик. Я думаю... 6 кассовеста этого. Цены какие-то космические. Надо узнать. Я у ребят здесь спрашивал. А мне же на... Сделали пластиковое крыло. А, да, да. На 3D-принтере, да? Да. Что-то тоже рублей 700 заплатывали. Ну, недорого уже, по крайней мере. Да, мне привезли в США руку. Доставку. Недорого, хорошо. Оно как крепится? На скотче на двустороннем? У нее просто защелкивается. Просто защелкивается. В курсе, да. Можно еще на скотч чуть-чуть посадить, чтобы она не отлетела никуда. Но оно при падении связано должно разлететься. Ну, при падении, да. Ну, хотя, ну, она просто вылетит от того, с которой... Там пластик такой достойный, как бы не сломается. Мне это кажется так. Хотя вот Константин ручку заказал, он сломал же ручку, он не стал штатную заказывать. Константин, у которого Супекс, ну, там ручка точно такая же, как у нас. У него 84-х вольтовый, да, Супекс. Да, он заказал себе, ездил в чуваку, там, за 1000 с чем-то на авито объявлении. Ему сделали на 3D принтере. Он доволен. Она больше, чем штатная. Мне она не нравится. Она больше. Она явно больше. Ну, она и на 3D принтере, она точно такая же, ну, как это ж, ну, пластиковая головка, за которой мы хватаемся. Сама рукоятная? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. А сама больше. Если бы ее из алюминия сделали, это было бы офигенно. А так она больше, но она ему нравится. Она офигенская. И я сломал при первом падении ручку и загнул это. Потом замотал ее изолентой, как бы ездил так, она меня не напрягала. Потом заказал себе ручку новую, но она не дешево, стоила 1000 с чем-то тоже опять-таки. Пришла ручка, я ее поставил. И она сама у меня, наверное, из-за того, что стойки погнуты, я сильнее ее выдергиваю, она сама начала уже там снизу открашиваться какой-то пластик, еще что-то. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если по ней ее делали из титана или из алюминия, из какого-нибудь. И сразу делали так, чтобы защелкой была. Чик-чик. Да, вот. Вот зачунинговали ручку. Я готов ее купить даже за десятку. Если это будет офигенная ручка, которая будет работать. Чтобы, как на зле, пришел щик, щик и все. Да, да, да. Некрасиво, чтобы было. А то так приходишь, и ты блин, блин. А когда мокрое еще или скользкое, ты пока вставляешь еще, колесо раскрутится, не дай бог. Я очень боюсь, это очень опасные колеса. Вот если молодняк попрется в магазин, то они там линолеум поджигают и нас пускать не будут. Надо быть очень аккуратным. Хотя я ее смазал, она мне вообще так шикарно. Вот шикарно она у меня и выскочила. Она и так бы выскочила. Она же центробежная, сила там. Ну, колесо начинает раскручиваться. Она сразу все лишнее отлетает. Причем, я с женой катался, разогнался. Лежачий полицейский, а он вроде его ослабил. Я его не заметил. У меня такая, фу, с колеса. Да, лежачий полицейский, это да. Надо нам вопа. Ну, а что, мы летаем, конечно, там. Ну, куда нам спать? Ну, да, я же загнулся вроде приличный. И потом, ой, забыл про него. Сейчас дойдем до стадии. Судя по всему, я так понимаю, что крышки. Сейчас посмотрим, педали надо снимать или не надо. Чтобы крышки, в принципе. Чтобы ручку менять. Я пока не вижу, что это надо было. Смотрим на эко-дрифте сейчас, когда они брошку разбирают. Вот, по идее, по идее же не мешает педалька, чтобы сняли. Вот, мы сняли. А вот там, с той стороны ручка. Я так понимаю, чтобы ручку поменять, вообще достаточно две крышки снять. Да, все, две крышки, все. Так, а раз и сняли все. Да, 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 да. Вот я просто сейчас... Ну, вот, у пластика, у вас, ну, загнушка, вот это, да. В тишине. Ну, они остаются в принципе равные, не знаю сколько тут вставляется. Ну, мы сейчас даже быстренько все посмотрим. А мне главное, на плату сейчас тоже глянуть. А мне вот интересно, вот они три провода снимают с центрального столбика. Ага, классно. А они как-то помечают или они все равно? Я фотографирую. Нет, конечно, там разница большая. Разница большая, конечно, там фотографируют, иначе она не пойдет. Они по длине сделаны, если обратить внимание. Ага. Они как бы так от дурака сделали. Но дураки у нас такие, что лучше сфотографировать. Ну да. Лучше маркером подписать, если они по цвету не отличаются. Я фоткаю и все снимаю на видео. То есть, я могу забыть, у меня память вообще дырявая. Да, оказывается, нет. Поэтому я все снимаю, все записываю, все очень просто. Чтобы не было нюансов. А вот они делают гидроизоляцию, они компаунт там всем вот этим. А вот мало ли что там погореть. Как они его смывают? Они его расковыривают, я так понимаю. Он как силикон, наверное. Наверное. Вот надо... Вот было бы неплохо, конечно, в дальнейшем как-нибудь, вот для народа, для простого. Самолечение это, конечно, плохо, но есть люди, которые, ну блин, вот сейчас наладливые люди. Им для того, чтобы развиться, может, свои мастерские сделать. Через пару-тройку лет мастерских не хватит. Экодрифт и эти не справятся. Просто не справятся. А зашиваются, я вообще всего не ездил по мастерским. Ну, хотел, чтобы при ней сделать. Да, 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 да. Конечно, они нахер посылают, потому что они... У нас много, да. Ну, и нам не нужны. Да, вы через неделю заходите. Ага, 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 мы такие офигенные. Вот они потом будут вспоминать про те времена, когда у них очередь была. Ну, да, да, да. А сейчас, конечно, они... Ой, мы там... Ой, самолечением не занимайтесь, вы сами туда не влезайте. Ой, там все страшно, все там опасно. А то, что это простейшее устройство вообще, это проще даже, чем компьютер. И на видео практически никто не показывает, что надо снимать контакт и разряжать его. Замерил, да? Никто не показывает. Кто-то на ранних роликах, наверное, они показывают. Белорус какой-то вот я тоже смотрю. Белорус, я смотрю, бородатый который. А нет, 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 это не белорус. Там еще другой. Есть, тоже он разряжает и еще у него как типа скальпеля такого плоский такой, медицинский тоже. Он ему тоже контакты разряжает еще, до кучи еще. Ну, по-грамотному. Да, то бишь на кнопкой разряжает после того. Еще аж искрит, блин, страшно. Он говорит, надо разряжать плату, чтобы ничего не осталось. Ну, вообще кнопка, она должна разряжаться, но он, значит, очень опытный. Хорошо, что он это показывает. Ну, я так понимаю, что в конденсаторах на схеме еще остается. Я так понимаю, что как раз то, что когда мы нажимаем кнопку, они как раз и опустошатся. Но, может, недостаточно. Ну, недостаточно. С электриком у меня проблемы, поэтому... Вот я тоже. Но там нет ничего сложного. Там все как бы просто, но просто для тех людей, которые могут полку дома повесить или картинку. А ты тоже думаешь, блин, надо разобрать, конечно. Сейчас, сейчас мы дойдем по-любому. С электриком то же самое. Да-да-да-да, просто фига, ну и просто как на машине. Девятку мы открывали, крышку с блоком предохранительства. Я просто, еще вопрос-то, я хотел-то, думаю, а как же внутри-то подарок, пока не снимешь колесо, там же с двух же половинок состоял. А туда, с центробежной, то все равно, наверное, набьется. Куда? Под ручку сюда. А под ручкой там нет, там сразу пространство, сразу под ручку ходит. У меня соль, когда зимой, когда я езжу, утром соль вот сверху под ручкой. Ну, как раз солью и посыпаем. Вот, вот как раз вот здесь, вот там через миллиметр, через два миллиметра будет уже колесо. Ну, смысл арка. Поэтому здесь она проникает просто сюда. Здесь не надо ничего даже, как делать никакой жидкий локер, хотя люди делают. Может, это и правильно, просто чтобы пластик не снашивался. Ну, я разберу, посмотрим. Сейчас мы разберем и посмотрим. Я так понимаю, что они же когда разбирают, они же вынимают колесо и как локер, да, делают. Наклеивают там. Но они грамотные делают стекольным герметиком. Ну, потому что он никуда не денется. Его, правда, потом тяжело снимать. Вот так делают, грамотные, наверное. Я просто герметиком по стыку прохожусь. Это не критично. Ну, вот на инмоушенах я проходился. А на нем же плату снимали? Плату я не снимал, поэтому я очень не переживал. Там же резиночка, наверное. Наверное, там резиночка. И у меня такое ощущение, что там не такая. Но она плотнее, чем на инмоушене, потому что инмоушен сгорел, а это не сгорело. Но сейчас узнаем. Сейчас главное, чтобы весь под руками был инструмент. Кофейку повторить? Нет, нет. Сейчас все организуем. Начнем перегреваться по-любому. Будем потом вспоминать, как свободные дороги были, тротуары и все остальное. Сейчас человек не поздоровался. Прецедент. А дальше будем как пешеходы ходить. Будем на друг друга. Так, ну что, настал тот момент, когда я раскрою колесо, и мы посмотрим, что там внутри образовалось за эти два почти уже года эксплуатации. Не влезание туда. Надеюсь, Света нам хватит. И сейчас, кстати, покажу сразу брызговичок, насколько он мне хорош. Что вот я его сделал, я его не обрезал, ничего. Вот он как был, так и был. Он на двустороннем скотчике. Поэтому сейчас я его просто отклею. Без ущерба для него. Потому что он на двустороннем скотче на тоником. Вот, все. Вот такой брызговичок. И дальше я могу протереть и обратно его приклеить. Либо поставить новый скотч и опять-таки его приклеить. Но по форме сделать можно повеселее что-нибудь. Не квадратное, как у меня. Так, с этим все, с этим все. Начинаем разбирать, с какой стороны там у него мозги. Ну, без разницы. Начнем с любой стороны. Педали нам пока откручивать не надо. Рекомендую пользоваться всякими этими магнитными тарелочками. Это очень удобно. За колесо никогда не хватаем. Стрешница у меня не закреплена. Я ее еще до конца не доделал. Я вижу, что у меня многие уже туда, как это, саморезы провалились. Шурупы. Вот я вижу, что корпус у меня вот уже начинает так отходить. Что гулять начинает. Поэтому надо обязательно это все открыть. Обязательно все посмотреть. Так, главное, чтобы весь инструмент был под рукой. Все, что нужно, чтобы работать с удовольствием, это хороший инструмент. Так, куда я его взял? Сейчас будем вспомнить. А как вообще, как вообще появилась мысль насчет молного колеса? У работника дорожных служб, а? Не знаю, нравится ли мне? Да, конечно, нравится. Как это может не нравиться? Другие-то видят, но они же почему-то, у них даже мысль не закрадывается, что это можно делать. Все же думают, что мы, блин, клоуны какие-то, люди со сверхспособностями, со сверхбалансами. Большинство людей у одному человеку, моему, Андрюхе, другу сказали, вообще спросили, а ты вообще зачем на колесе такая, ты что, дурак, зачем ты катаешься? Нет, я вообще не точусь. Люди такое выдают иногда. Люди, вы не представляете, как это прикольно. Так, отвертка нужна, отвертка. Так, отвертка. Так, отвертка. а кто из близких подсел кто-нибудь из друзей родных они же видят не больше никто не реагирует ой народ я не знаю я народ уже я я насильно заставляю ко мне просто приезжали так пойдем нет пойдем не моя задача поставил не понравилось ради бога но если это пропустить как паровозик из ромашки как это можно это же всю жизнь ну что крышечку открываем не знаю какая правая левая у нас с этой скорее всего посмотрим но судя по тому что вот я я вижу с этой стороны с этой стороны кстати более-менее целый но вот крышки трескаются то есть вот здесь трещина здесь трещина сейчас я покажу здесь трещина здесь трещина это все от падений поэтому друзья если есть возможность конечно прикупить вот этот стеклопластиковый корпус не знаю насколько он сохранит вот этот пластик но по крайней мере он сохранит его от вылетания ну и они красивые вроде у них такие приятные петербургские блогеры делают это очень хорошие вещи мне не нравится мне нравится но я просто не эксплуатирую на таких скоростях колеса я все-таки для удовольствия больше я уже нагонялся это проходит наверно с возрастом на машине сначала нравится быстро ездить и потом старый дешевский стиль включается и все или понимаешь главное без приключений доехать она колесе конечно как детский сад начинается сидишь на работе тут приезжает кто-нибудь уже погода хорошая поехали поехали ну как как в детстве как в детстве роста и ты понимаешь что сил ты не потратишь ты вот через 20 минуты на невском или на набережной или где угодно или пожар горела там это горит где-то там в десяти километрах прыг через там 20 минут и там ты уже в курсе всего это для спасателей очень надо для спасателей хочу ролик снять вот ребенок пропал какой-нибудь лесной массив или еще что-то да моноколесник там сфары он этот лес лесной массив проедет за 15 минут он все увидит он и так все видит корни все мы все считаем мы знаем что можно хорошо убраться а так для спасателей это хорошо для участковых на участковые наверно по и позже всех будет потому что это солидные дяденьки типа до которой молодежь может сейчас там есть надо через мчс ников обязательно как-то о да ну нафиг не может быть они магнитится ну как-то как-то слабоватенько не похоже на а я тут один винтик выкручиваем вообще не магнитится странная я хотел готовить сказать респект то что они сюда не ржавейку ставят ну вот по сравнению за ржавейкой сейчас вот мы сравним кстати вот у нас винтики из готовичка то есть они вот они так чуть-чуть перемещаются вот я беру просто ржавеющий винт вот он все он прилип он не перемещается то есть вот по сравнению вот по сравнению с этими винтами которые вот стряхивают то есть они из какого-то материала и коррозионо устойчивого получается сделано из плава не чистая нержавейка не пищевая но блин это уже хорошо ни на одном колесе я пока такого не встречал чтобы по периметру были эти винты напоминаю сейчас видео у нас короткое такое чтобы заглянуть туда что происходило вообще с этим колесом пока я его эксплуатировал и в буре и в ураганы и лужи там где угодно и плавал на нем и все что угодно делал нам нужно посмотреть как меняется ручка поскольку у меня ручка тоже повреждена тоже загнута вероятнее всего мне тоже придется как-нибудь ее поменять но я ее хотел поменять тогда когда я пойму как мне сделать стопорная пока она туго выходит мне как бы хорошо когда колесо падает она не очень вылетает но последний раз ручку я сломал я говорю я просто дернул за нее она осталась в руках это я ходил держался за две эти штырьки по магазину ходил да все нормально но ручку да надо друзья что-то дорабатывать как-то сделать веселее ручку а то ручка на готовые это притча уже я говорю как только молодняк придет в магазин и запортить там какое-то напольное покрытие не дай бог чтобы это произошло но это обязательно произойдет я в один салон связи пришел даже с маленьким колесиком случайного на ходу взял она раскрутилась его поставил осталось черная черта на покрытие я понял что девочка этого не заметила но я все свои дела сделал съездил сюда приехал взял растворитель обезжириватель так что приехал туда и оттер эту полоску потому что я понял придет уборщица посмотрят по камерам ну короче блин это такой косяк в сторону на колес они скажут мне ребята извините будьте там пожалуйста да а пока нет нормальных парковок для колес с сушилками с какими мы там все замками нам по любому ну куда оно должно быть рядом с нами всегда так под подушкой здесь я сначала думал что там винты там винтов нету да я сначала думал я же нас я же на герметик клал ну да я чуть-чуть на герметик я чуть-чуть я чуть-чуть на герметику сейчас я проведу здесь по периметру можно конечно воздухом дуну дунуть вот но я вот сейчас по виду пошел у меня герметик вот так скукоживается то есть да вот видно что он выходит что это не грязь а именно герметик я крышку ставил на герметик но не собирался это все открывать там как бы и либо проветривание делаем офигенная просушку либо совсем герметизация я так понимаю питерские вот эти моноколесники которые мастерские они занимаются они вообще в мертвую то герметизирую то есть всю плату заливают компаундом это наверное очень круто очень здорово надо научиться этому но ремонтировать и и они обычно как горят неужели мы будем на ремонтированных ездить мы свою жизнь ценную будем подвергать опасности нет скорее всего мы выкинем и купим за 10 тысяч другую плату такую же да или они по гарантии поменяют для саде там по их причине что там сгорело поэтому скорее всего так поэтому наверное хотелось бы чтобы сами производители это делали то есть в компаунд в такой загоняли это все думай 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 чем бы таким нам поддеть хоть сихает качество готовые ну вот по крайней мере крышку сейчас до оставить плотно на герметике но и и чтоб поддеть где-то пирамиды хеопсы может не затянуть не затащить да скорее всего там где там где по хлипче он здесь чуть-чуть так подходит сейчас надо так у меня пластиковый клык должен быть место лучше конечно пластиковым клыком это все делать чтобы пластик не повредить но сейчас сейчас заход сделаем вот здесь гнездо я сразу вижу что она выломана сейчас покажу вот надеюсь видно поэтому здесь уже можно ковырнуть она не ничего не помешает поднять вот так вот вот так вот приподнять и вставить сейчас я отвечу и продолжим сегодня у нас офигенская погода дождик на друзья паркуйтесь правильно самое время заняться ремонтом автомобиля наших лошадок так единственный когда дуем конечно перекрываем это будет все с ранее все все мы продули здесь все хорошо здесь все хорошо сейчас наверное я компрессор выключу и сейчас нам потребуется шестигранник да я выключил компрессор поэтому думал что не дунул а вот сейчас я дуну так дунул педаль нужно снимать получается обязательно потому что как раз под ней находится два винта два винтика сейчас найдем подходящий для откручивания шестигранник я надеюсь что найдем всегда находили сейчас должны найти так все четко педаль я вроде как здесь смазывал поэтому должно быть все без сложностей эти штучки здесь приятно они нержавеющие то есть они такие они не плотно прилипают вот они такие она подпрыгивает на магните это значит что она нержавеющие это очень хорошо чуть-чуть в резьбу попала землица которая не выдалась поэтому да если вы сюда пробочку сделаете либо из пластилина либо из поролончика который будет в ли точке все будет замечательно так дальше нам нужно либо выкладка либо попробуем протолкнуть кто знает чувствую что потребуется выкладка кажется своевременно я в колесо закрепить а а и и и и м и и и с этими грандиозными ремонтами опять потерял молоток на это у меня уже фишка не будем стойки использовать будем использовать деревяшечку да перед тем как снимать я рекомендую настоятельно хотя бы за какое-то время замочить в дэшкой сейчас я думаю тоже придется пшикнуть в дэшкой и все-таки найти молоток потому что это так почему в одному место ладошка а 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 стойки подзакисли? Стойки подзакисли? Ну, безусловно. Поэтому, друзья, когда собираетесь разбирать колесико, накануне рекомендую замочить. Обязательно. Ну, чтобы не было как у меня. Так. Молоток, молоток. Я для него придумал новое место, но сам забыл где оно. Вот же. Вот же молоток-то как раз. Так, последнем проверенном кармане. Так, там втулочек, насколько я знаю, нет. У нас эти винты сразу упираются в стойку. Позицию сделать такую, чтобы было удобно. Я чувствую, что пошло. А это уже ползела. В лице нет выколотки, используете какие-то твердотерные биты, что-то. Вот так вот. Потихонечку, да. Но не так, как на зле. Если видели ролик, да, на зле это вообще жесть. Я думаю, закисло как раз в центральной части. К сожалению, здесь почему-то вот эти оси, они не такие прочные, как на зле. На зле она вообще не согнулась ничего ни разу. Хотя там и жесткое колесо, и спрыгиваешь-то. А здесь оно вот гнется. Здесь, видать, свободный ход, что ли, есть какой-то. Даже не знаю. Все закончился. У нас свободный ход. Дальше нам надо брать что-то такое. Какой-нибудь удлинитель. Ту же самую твердотельную биту можно взять, если вы ее не боитесь поломать. Так, все, у нас вышла оська. Вот, да, вот она. Да, вот она. Ну, а я в прошлый раз, когда снимал, уже смазывать педали, она уже была. Да, и киснет она как раз вот в месте, где вот здесь вот. Я сажал на плитол, на зеленый. Можно попробовать на графитку. Можно попробовать на медную. Но я вот пройдусь здесь, скорее всего, вот, да, видно, что она гнутая. Скорее всего, я пройдусь. Ну, она, конечно, ржавеющая, да? Ну, потому что нержавейка, она слабая. Она не выдержит такую нагрузку. Пусть она будет ржавеющая, но пусть она будет какая-то, ну, что ли, блин, потолще бы они есть. Хотя, ну, она служит же и служит. Главное, надо смазку на нормальную посадить. Там люди говорят, мы там ломаем стойки педалей. Там что-то люди какие-то по 70 килограмм говорят, мы стойки педали ломаем. Господи, я вроде не берегу колесо в плане того, что с поребриков спрыгиваю. Что же они там с ним делают? Это какая страшная. Так, все, стойку мы сняли. Наверное, и педальку мы сняли. Дальше мы ее кладем там, где она у нас не потеряется. И дошли мы вот до двух вот этих винтиков, которые в секретном месте. Не знаю, зачем они их сделали так, чтобы только при снятии педали можно было крышку отстегнуть. Не знаю. И хотелось бы, конечно, чтобы в колесах был какой-то такой механизм полного отрубания, как блокиратор массы на автомобилях. Ну, чтобы можно было, если мало ли пошел дымок, а то последнее видео, которое мне Андрюха вам присылал, там, где дедушка такой, и у него МС-Про, не видишь? Пока я тут откручиваю. Там надо глянуть последние понравившиеся видео. Так, это раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Машка, я иду тебя искать. Когда я тебе дел, придется тебе найти все равно. Потому что человек приедет, все равно, и надо ли там что-то сделать. Не знаю, почему я подписан на блогеров зарубежных, но как-то Ютуб делает, что наши каналы не показываются там, а их каналы не показываются здесь. Не знаю, почему. Так, вот понравившиеся тыдыщ. Понравившиеся, понравившиеся и... Где же она? Да, нет, вот она, да. Друзья, пока я буду откручивать это, вот можно. Глянуть. Да, обязательно надо, чтобы в продаже появились эти одеяла стеклопластиковые, которые не горят там какие-то. Ну, короче, минеральные одеяла, которыми можно было бы в случае чего вот накрыть это все, чтобы, по крайней мере, ничего не разлеталось, никому в глаз не улетело. Пока не прогорит. Потому что, ну, чувак сейчас, да, два пятилитровых огнетушителя, он потушит в итоге. Ну, возможно, потому что там уже все прогорит. А так вот, вот такой вот наш... Сколько ему лет? Он бородит с волосами, фиг поймешь, наверное, чуть-чуть постарше, чем мы, конечно, но... Сейчас качество сделаю повыше. Интернет у меня здесь пока лимитный, поэтому качество ставлю плохое. Вот такие дела. Вот человек сидит, вот было у него колесико и нету. У него, насколько я знаю, МС-Про, которая вообще монстр-про, которая вообще 22-дюймовая. Вот он с сидушкой вот с этой, со всей... Ну, на дальней... Видно, что чуваки далеко путешествуют просто, да? Не то, что вот прыгнули в машины, приехали куда-то в красивое место и на колесиках спокойно так пошуршали. Нет, видно, что они вон по всей стране так катаются. То есть... Я, конечно, не сторонник этого. Колесо – это отличное средство, которое... Как на авианосце самолет. Он же сам по себе далеко не летает. Авианосец подошел. Все, высадились. Изучили, облетели. Ни капельки не устали. Все, а тут... Почему это случилось? Вот почему это случилось? Вот кто скажет? Никто не скажет. А для того, чтобы сказать, надо перед этим все ситуации иметь на видеорегистратор снятые. И обязательно все видео Что делалось с колесом Чтобы поэтапно, да, вот это не сделал Да, вот это не сделал Порошковым вот он издали тушит Надо поближе, чтобы он Потому что вон половина порошка на проезжую часть улетает Надо просто засыпать Это же порошок как песок Хоп, закрыли и все Если бы он так расточительно не делал А подошел и спокойненько так сверху Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Может быть ему одного и хватило бы То, что они говорят, что он не тушится порошком Да тушится, тушится, ну просто, блин Там температура-то такая Вот, 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 вот Ну, слава богу, сам не разбился Сам не убился, тоже дядя в защите Вот так бывает, друзья Поэтому дома заряжаем только в присутствии Граждан Имеем датчики Дымовые Пожарные По возможности температурные В общем, короче, бережем себя и близких Так, ну что Это отлично, это я сделал Это я сделал И пока я все это делал Я успешно не потерял отвертку В общем, когда откручиваете педали Обязательно накануне рекомендую Просто задуть туда ВД-шки Тогда все вытащится отлично Ну, если вы только купили колесо Стойки смазывать обязательно Если вы в этом сомневаетесь Посмотрите мое видео со злом Да, это было Это было несколько дней Это была целая эпопея Я помню, как мы на Волге Шкварня выбивали По ночам здесь Вот это мне чем-то напомнило Нет, это не дай бог Так, ну что Крышечка, крышечка Ну, прямо У тебя батарейка там есть? Нормально? Работаешь? Ох ты, мать честная Как мы вовремя это все сняли Смотри-ка А нет, он стоит Он здесь и должен Я думал, он отвалился Здесь полно грязи Так, что у нас здесь на крышке? Здесь на крышке ничего Здесь все хорошо Все козырно Дальше смотрим Здесь все залито Сюда каким-то образом попадает грязь Грязь попадает вот отсюда Видать, здесь герметика маловато Вот отсюда из стойки педали Попадает грязь Воды я здесь не вижу Вот снизу подсекал Чтобы были какие-то То есть здесь все как бы сухо Здесь тоже как бы все сухо Как бы сейчас, наверное, надо Действия по размыканию провести Какие-то Ну, короче, здесь чистота Единственное, что Обязательно надо будет сделать Это вот эту плату, которую я не снимал Потому что она у них вот стоит Как видите вы На герметике Вот То есть винтики Загермечены И я понадеялся, что она Отлично Ну, прикручена Хорошо прикручена Там резиночка что-нибудь идет И все больше Я очень Все равно снегом Вот с ними мы посмотрим Вот с ними мы посмотрим Сейчас, если я беру колесо Допустим, вот если следующее Крысо новое я возьму Конечно, я все сниму Конечно, я все посажу на герметик Конечно, я никому больше доверять не буду Ну вот, допустим, кусочек у нас Вот здесь пластика Это отвалилось у нас Крепление какое-то От крышки вероятнее Ну, еще с ручки С ручки безусловно попадает Безусловно должно попадать Скорее всего, вот здесь надо дренаж делать Не знаю, но вот моя А больше это некуда Здесь она в тупик Практика моей эксплуатации С этой стороны, по крайней мере Показывает, что здесь все огонь Все, огонь все супер Я испугался, что вот этот вентилятор Он отвалился Не там, где надо, да? Да, то, что брякало у меня Это вот я обнаружил Это стакан, который лопнул От наружной крышки С моими падениями Это просто даже удивительно, что Только он, вот он Все остальное более-менее Крышка потрескалась, конечно Следы от герметика есть Я опять посажу на герметик Все работает Грязь, чтобы отсюда не летела И отсюда не летела Я не просто вот здесь на герметик посажу Я перекрою всю эту ось герметиком Вот эту всю грязь Я перекрою герметиком Потому что корпус дышит, очевидно Вода сюда не проникала Здесь все диэлектриком залито Здесь все хорошо Даже если что-то проникало Она так быстро высыхала Что даже не оставляла следов То есть здесь все козырно После зимы это замечательно смотрит Ну, это после ураганов Еще после тех видосиков Которые я записывал Там, где я ездил Там, где колесо полностью под водой было Не долго, но было То есть, конечно Конечно, шикардос Поэтому, кто говорит Что качество Гатвей Это плохо Ну, я не соглашусь Корпус, возможно Ручка, да Есть что дорабатывать Есть что Но по своим характеристикам Оно несравнимо Конечно, по качеству злота Лучше гораздо Но это другого класса колесо То есть, это чуть-чуть разные машины Этот у нас Land Cruiser Там у нас Subaru Impreza Поэтому, чуть-чуть разные вещи Хотелось бы, чтобы качество Здесь было получше еще Возможно, это когда-нибудь и будет Возможно, там уже на Я думаю, что уже на прошке Там уже лучше, чем на Supix Здесь на этом Ну, вот Дальше с ручкой С ручкой здесь все Насколько я понимаю Просто две крышки снимаются И ручка меняется Так что, если колесико с собой Можно принести его И мы поменяем ручку Если ручка с собой Да То есть, здесь как бы Я не вижу сложностей Да Да Ну, тогда тащим колесо Да Тащим колесо А я пока крышечку поставлю На место здесь Потому что дальнейшие разборы Вот это все Это займет, конечно, больше времени У меня Потому что все это нужно будет Отсоединить Все это почистить Конечно, это все нужно продуть Чтобы грязи никакой не было Разъемчики здесь Почему все это запалено Так и грязно выглядит Потому что это все В липком В липкой этой субстанции Да В этом жидком диэлектрике Ну вот Как показывает практика Здесь пока все огонь Все огонь Будем смотреть, что дальше Подшипники, я думаю, там Ну, я думаю, колесу Ну, разгон на холостом Сейчас 88 Он был 92 Это значит, что уже что-то не так Либо оставили батарейки Либо подшипники Так меня полностью Ничего не смущает Колесики Ну, все Тогда Тащим колесо И поменяем ручечку А поскольку это все на видео Это все бесплатно абсолютно Понятно, да? Ну что, друзья Сегодня у нас в гостях Василий Он хочет поменять ручку Приехал, познакомился Я с удовольствием Помогу ему в этом вопросе Тем более, что сейчас есть у нас И времечко на это все И все мы это сделаем на видео Я этого сам ни разу не делал Это очень интересно Ну, заодно, может быть, сделаем Ему еще такую гидроизоляцию Ну, такую Жидкостную Сейчас я разобрал колесико И понял, что Здесь все хорошо Но надо разобрать Перебрать полностью То есть Подготовить его к лету Полностью надо его к лету подготовить Сейчас винтики поставлю на места Хотя бы частично Будем прошку сейчас разбирать А у меня на ближайшие праздники Получается вот Занятие есть Перебрать колесико И поменять подшипники Страшноватенько, конечно Поскольку я здесь ничего не делал А влезать во что-то, что хорошо работает Я не любитель Ну, посмотрим Посмотрим Итак, здесь я педальку снял Это я сейчас в сторону уберу Надо оставить Под запчасти От прошки Место И освободить место на карточке Память, потому что она подзаполнила Сейчас вот эти винтики я Уберу от моего колесика Чтоб оно не запуталось у нас Что от того колеса Что не от того колеса Положу вот сюда в уголочек Вот так вот Ага А я вон к диванчику сейчас прислоню И включить, чтоб не упало Ну, красавица Здрасьте, здрасьте Да, да, да Да, да, да Забегайте Сейчас мы с вами быстренько сделаем Да, у нас сегодня технический день Как-то у вас мило все Как у вас тут реально Чайку-кофейку И закрывайте Душно, да? Чайку-кофейку? Есть Спасибо, я завязал Ну, молодец, оперативно все сделал Ну, что у нас Ну, что, мы продолжаем кофе пить и колеса разбирать Так, раз, два, три, четыре была работа Это хорошо, дай бог, чтоб работы было всегда много Вот тоже человек приходил, который хорошо делает ремонт квартир Вот у него работает Он говорит, на год все расписано И говорит, дай бог вам здоровья только Потому что сейчас людей, у которых все хорошо сработает По пальцам перечислить можно Да, да, да Сейчас такая жопа, вообще крендец, вообще трендец Я раньше по кредиткам это покупал Мне можно было по страховкам платить по своей кредитке Сейчас у меня это запретили Поэтому сейчас придется избавляться от кредита Переходи чисто на дебет Это жесть, это жопа Во что нашу страну сейчас Дай бог, чтоб это пораньше все прекратилось Так, это мы сейчас убираем в сторону Да, чтобы не повредилось Так, он включен у нас, да? Включаем И у нас, друзья, вашему вниманию МСП Мечта всех дяденек взрослых Это просто мечта А, мы хотели скорость замерить Мы хотели замерить скорость Я тупо, ну, забыл Возраст Сейчас я его включу Каким приложением меряем? EO World какой-нибудь, да? Что это такое за приложение? Интересно О, как Коннектится Уже синхронно Сколько получается по заряду? Да, конечно Динамики здесь моща Сейчас 73% 73% И сейчас мы посмотрим Что там на холостом ходу у нас Опа Аккуратненько всегда Помним, что коврик Выйдет из строя Если мы будем сейчас Плавненько Сначала плавненько разгоним Потом Побыстрее Это МСПРО ХТ у нас, верно? Сейчас он нам показал Максимальную скорость 73 километра Ну, напоминаю Что зарядка у нас Сейчас вот где она у нас написана Так, вот Можно видеть, да? 73% Почти половина Назад Щелкаем И сейчас я быстро Его разгоню Сейчас главное Чтоб он схватился Вот И сейчас я разгоню Стремительно А стремительно Кстати, он быстрее выключается Да, получается? Угу Ну, сейчас хорошо Тогда опять медленно Да, это конечно Вот сюда, я думаю Еще на ручку какую-нибудь Кожаную штучку Сделай Такой офигенно Что было очень приятно Сейчас плавненько Начинаем Начинаем Не схватился Сейчас хватится Громкое приложение Так посидеть можно? Ха-ха-ха Ха-ха-ха Да, надо, наверное, у них как-нибудь Со скидкой оторвать эти корпуса Можно попробовать через этого Через Экадрифт Такой он красивый, конечно, вообще Но если мы аккуратно вводим То, может быть, и не надо Нужно наклеить на него всякий усилитель Так, поехали плавненько Так, для того, чтобы Во-первых Друзья, если вдруг Нету кнопки у вас То можно вот так Вперед-назад, вперед-назад Вперед-назад И колесо не раскрутится Ну, а если надо раскрутить Плавненько, 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 плавненько Плавненько, плавненько 73 Значит, очевидно, что когда соточка будет Уж всяко больше 90 будет Надо до соточки зарядить просто Да На холостую побаловались Ну, что мы поделаем Что-то, вот такие мы Дальше Так По весу оно оптимально Вот вообще Я не знаю Люди, которые Это молодежь Может они гонятся зачем-то Вот те, кто шерманы хотят Еще что-то Вот это колесо Побегать с ним на третий этаж И кто, так сказать Ручка потом будет Такие туннельные синдромы Проявлять Какие нафиг колеса Там по 40 килограмм Зачем это нужно? Только если скоростные рекорды Ставить какие-то Да, брызговичок мне очень нравится Он очень цивильный такой Очень цивильный Очень аккуратненький такой Его можно даже сделать Этот брызговичок Можно что сделать? Можно На него Нанести Пленку под карбон Если хочется Идеала Можно ее Вот именно по рисунку Вот как рисунок идет На корпусе Вот так же Нанести корпус Пленку Ну это чтобы По фаншую Это же все просто так Так видно Что на 3D принтере А так Ну ничего себе А что Готвей начал Уже брызговики классные Делать Ну это Аккуратненький Замечательный Прекрасный Брызговичок Чудненький Другая сторона У нас контроллером Так А у нас получается Ту сторону Мы какую разбирали Так Правая Правая И здесь значит Нам тоже надо Скорее всего Правая Скорее всего Там где динамики Там у нас плата Главное Никогда друзья Не хватайте За Колесо Потому что Колесо Палец ваш Может задержать Между корпусом И будет просто Неприятно Бо-бо Будет А ручка То у нас с собой Все хорошо Ну что друзья Разбираем Новый Новый Потому что Пробега На нем Всего Сто С хвостиком Красотуля Красотулечка Да Я брал На тот момент Конечно Сотку 100 100 вольтовый Супикс Кто пальчик Уже сувал Сюда Вот эти динамики А кто Оставил Уже следы Кто-то уже Пальчиком Трогал Ноготком Надо какую-то Штучку Нанести Вон Раз Следок Два Следок Надо Наверное Какую-то Сеточку Приклеить Или что-то Еще Я думал Если бы у меня Была опрошка Я бы взял Наверное Сетку С динамиков Которая Вот полно У всяких Установщиков Музыки И просто Сделал Либо вырезал Из нее Круги Вот как Допустим Ко мне На хонде Голдвин Приезжает Серега Мой товарищ У него Он бушный Моцик Брал У него Сетки Повылетали Из динамиков Мы поставили Новые динамики И старые Сетки Плохо И мы Вставляли Новые Их Подгибать Там приходилось Здесь Можно Тоже Отпищал Подогнуть И ставить Аккуратненько Но друзья Производители Неужели Сложно На конвейере Сделать Так Чтобы Пик И все Просто Чтобы Механического Не было Вот как Я езжу Но упадет Оно Камень Туда Воткнется Что Минус Динамик Это Не серьезно Это Не серьезно Здесь У нас Чистик Все Да По-прежнему Нержавеечка Это Хорошо Это Радует Чувствую Педальки Мы еще Не смазывали Да Я это Чувствую Так Ну У нас Все Есть Для Этого И Для Того Чтобы Оно Плавненько Вышло Оттуда Тоже Есть Так Но Скорее Сего По центру Закисло Чуть 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 Шмякну Чуть 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 Поделаешь Чуть Чуть Подиспортим Чистоту Всегда В рабочей одежде Делайте А то Заглазнайтесь Бои Смерти Все Хорошо Ничего Не записано Ну Там Электрохимическая Коррозия Такая штука Что я Вообще Ну Они Производители Как Ну Хотя В Ninebot Вот С втором Там Инструкция Даже Я ее Положу Как-нибудь И потом Выложу Там Самой Инструкции Написано По лужам Можно До двух Сантилетров Поэтому Стоять Просто Супер Супер Приятно Господи Какой же Она Никогда Не думал Что про Готвей Буду говорить Что Она Красивая А я К нему Именно Так Отношусь Сейчас После того Как знаю Что Она По характеристикам Идеальная Ну Хорошая Как идеальная Отличная Она По характеристикам Его Можно Доработать Хотите Там Пожестче По крышку Можно Хотите Помягче Хотите С шашечками Хотите Какую Хотите Такую Поставьте Так Что Это У нас Здесь Все Традиционно Единственное Что Когда Закручивать Будем Закручиваем На самом Маленьком Усилии Здесь Они Перешли На Круглые Шляпки Тоже У меня Еще Они Изгалялись Они Сверху Ставили Три С прямыми Шляпками Чтобы Вровень С корпусом Было И Здесь Вот Допустим Сейчас Вот Я Попробую Намагнитить Очень Плохо Магнитить По качеству Винтов Вот Я Сейчас Не Могу Достать Оттуда Это Магнитная Бита Я Еще Подмагничиваю Это Хорошо Значит Они Неже Неже У меня Ни один винтик Не вытащился Один Только Вытащился Да Винты Как стояли Так Состоят Без герметика Ну Если По сухому Мы Это Рассчитываем Эксплуатировать Я Не знаю Я Всегда Готовлюсь К тому Что Жесть Будет Я Даже Человека Одного Ставил На Колесо Ребенка Он Поскольку Вот эти Два Винтика Забыл Вкрутить А дети Они Такие Увлекающиеся Триндец Это Взрослого Легко Поставить Потому Что Ему Правило Сказал Он Правилом Следует И Быстро Едет На Колесе Ребенку Надо Талдычить 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 Это Целый день Надо ему Талдычить Чтобы Объяснить Чтобы Он Понял И Когда он Едет Он О Я Еду И Скорости Он Сейчас Посмотрим Белая Там Должна Быть Вон У них На Этом У Меня То Не Было Никакой Может Здесь Немного Герантика Сейчас Главное Чтобы У нас Эти Винтики Остались С нами Не Надо Чтобы Они Влетали Ну Сейчас Я Так Предвижу Что Будет Опять Приятный Звук Да Можно Здесь Передавить Чуть Приятный Звук Отлипания Вот У нас Прокладочка Здесь Такая Аккуратненькая Но Прежде чем Перевернуть Надо Винтики Достать Прокладочка Заложена У нас В крышку Сама Получается Правильно Да Они Очень Хорошо Себя Ведут Эти Винтики Я Прямо Вижу Вот Что Они Намертво Не Ложатся Да Вот Я Сейчас Офигенно Я Говорю Если Бросить Туда Винт Который Сто Процентов Вот Это Мои Готовские Винты Если Бросить Туда Все То есть Уже С опытом Начинаешь Понимать Да То Что Мне Писали Что Нержавейка Бывает Которая Там Магнитится Она Все Не Так Магнитится Она Магнитится По Другому Они Экономят Собаки Не Экономят Конечно Ну Вроде Четенько Все Пластик Тот Ж Прокладочка Они Кругленькую Такую Забавную Сделали Такая Вообще Забавная 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 Не поставишь Поставишь Нормально Поставишь Чуть Чуть Можно На Силикончик Они Все На Силикончик Посадили Не Прокладочка Забавная Мне Очень Такая Прикольная Единственное Что Странно Что Она Не Ну Не Сделали По Периметру А Так Ну Хоть Что То Это Уже Хорошо По Сравнению С моей Крышки Куда Нибудь На Все Все Загермечено Что Типа Смотрите Ребятки Во-первых Чтобы Не Открутилась Да А во-вторых Что Блин Если Что Тут Сорвано То Негарантийный Случай Портов Здесь Вон Сколько Еще Разъемов Интересных Каких Трошечка Ой Лапочка Какая Ну Так Все Похоже Как у Меня Только Аккулятор Громаднее Конечно Система Это Акустическая Да Вот Чем Что Что Мешало Вот Просто Вот Сюда Даже Не На Крышку А Вот Сюда Просто Сетку Так Хоп Наклеите Все Кстати Вот Кусочек У нас Остался Да Откуда Вот Он Забавно Вот Так Вот У нас Здесь Тоже Кружочки Стоят Чтоб Сюда Вода Не Проникала И Либо Мы Отлепляем И Сюда Ставим Раз Они Кусочничали Да Опа Ой Конечно Нет Очень Красиво Очень Красиво Но Мы Только Что Открывали Колесо У Которого 5000 Пробега И Это Что Сюда Наверное Можно Еще Конечно Бы Натолкать Наверное Какой Нибудь Смазочки Потом Здесь Очень Приятно Начнем Начнем Ручки С Этим С Остальным Сейчас Будем Думать Как Здесь Все Приятно Как Все Это Как Все Это Хорошо Выглядит Без Всяких Дырок Без Всего Так С Ручкой Нам Разряд Не Нужен Она Не Реагирует Она С Электрикой Не Связана Но Можно Разрядить Чтобы Случайно Чего Не Это Понимаю Она Отдельная Здесь Такое Крепление Вообще Своеобразное Кстати По-моему Тоже Они Нержавеющие Здесь Один Винтик Потерялся Да Не Став Другие Винтики Тут Все Растиралась Вот Эти Два Родных Там В комплекте Они В комплекте Они Наверное Только Те Положили Которые Должны Сейчас Я Отойду Сюда Не Открытили А Это Не Открытили Еще Пластик Какой-то Другой Не Такой Какой Немного Пластик Не Такой Как Вот Вот Пластик Приятнее Почему Штатная Ручка Которая Стояла На Прошке У нас Я Не Знаю Она Очень Похожа Очень Похожа Но Почему То Она Какая-то Какая-то Она Другая Вот Вот Более Такая Резина Покрытая Она Более Приятная Более Может На другом Конвейере Просто Делали Или Пластмассу Другую Загрузили Ну Вот Она Даже Помату Видно Что Вот Это Такая Более Глянцевая А Это Более Приятная Ну По Прочности Надеюсь Они Одинаковые Так С Этим Все С Этим Все Дальше Дальше Нужно Аккуратненько Открутить Саму Ручечку Здесь У нас Разъемчики Нигде Не Контактируют С Отверточкой Провода Все Высокотемпературные Нежные Такие Такие Хорошенькие Проводишки Вообще Огонь Провода Закручивать Обязательно Винты Все Походу Нержавеющие Потому что Ни один Не остается На отвертке То есть Отверткой Не поднимаются Это Вот Для тех Кто говорит Что готов И плохо Делает Друзья Ну Блин Я еще Ни одного Колеса Не встречал На котором Вот такие Арматурные Работы Сидят На Нержавеющих Винтиках Да Это Нержавеющие Винтики Они Вот Намертво Не прилипают Чтобы вы Понимали Даже Вот Это Все Очень Очень Хорошо То есть Вот Для сравнения Вот этот Мне не сдвинуть Даже Очень 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 Вообще Прелесть Прелесть То есть В этом плане Инженеры Подошли Сделали Как надо Так И что Получается Здесь Вот На Здесь Она Держалась У нас Это Она Просто Корпус Удержалась Где-то Она Еще Приклеена Получается Каким образом Она Еще Держится У нас Никаким Никаким Я просто Поднимаю И Аккуратненько Поскольку Края Острые И можно Провода Перерезать Просто Достаю Вот здесь К сожалению Травма У нас Произошла Вот На 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 Полу Выдвинутом Состоянии Из-за Этого Вся Система Конечно В Клин Встает Теперь С этим Ничего Не Сделать И Ручка Она Хорошая Это Все Классное Все Здоровское Но Блин Блин Может быть Если бы Они делали Цилиндрическими Может быть То Ну Хотя Вот Эта Форма Она Сложнее Чем Цилиндр Она Должна Быть Более Прочнее Если Металл Может быть Использовали Там Алюминий Прочнее Ну Что Где У нас Цепчистюха Они Я так Понимаю Одинаковые Да Глазные Это Уже Говорит О том Что Это Очень Круто Ну Так Может Они Какие Еще Модернизированные Вот Интересно Вот Здесь Вот Эта Штука Торчит Странная Так Здесь Она Внутри Удивительно Кто Знает Объясните Почему Это Так Может Быть Не Пойму Почему Это Зачем Это Скотчик Оставим Здесь Скорее Всего Нет Он Тоже Попадать Будет Ну Как Бы Да Я Смысл В этом Скотчике Такого Не Вижу Транспортировочный Просто Скорее Все Может Быть Чтоб Не Потерялся Может Быть Чтоб Не Потерялся Пока Можно Очищать Вторую Здравствуйте Здравствуйте Апакуйте Так Все Так Надо Только Отдать Страховку Еще Еще Товарищ Да А Это Сувенир Эквадор Прямикон С Эквадора Я такого Не видел А что Заходили туда В Эквадор Да Да Отсюда Все Бананы Привезли Так Что у нас Когда мы На техосмотр Поехали Да Вот Что там у нас Что там у нас Со стеклом Со стеклом Стекло Целое Берет Зацел Все Там Машина Как новая Когда Хочется Поехать Ну Вообще Сколько Это Время Займет Это 20 минут Занимает Так Друзья Пока Занимали 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 Забыл Камеру Включить Совершенно Случайно У нас При Разборке Вот здесь На скотчике Все это Было Заклеено Да Пластмассочка Вышла Так Где она Вот она Пластмассочка Вышла А там Оказывается У нас Что Там Оказывается У нас Пружиночка И шарик То есть Если вы Случайно Вытащите Шарик Вылетит Вместе С пружиночкой Пружиночку Вот мы Отыскали Сейчас Найдем Шарик Вставим Обратно И все Будет Хорошо Но Не теряйте Сейчас Я прикручиваю Пока Это На место Ставим На старый Крепеж Можно Попробовать Сравнить С новым Но По внешнему Виду Я разницы Не наблюдаю Ни по толщине Ни почему Винтики Здесь Козырные Наверняка Это все В Китае Пришло И стоило Не помню Ну в районе 6 рублей Но зато Винтики Все нержавеющие Все нержавеющие Надо узнать Я сейчас Если Надо мне Напомнить Я Саше Напишу В Экодрифт И узнаем Сколько будет Стоить у нее Надо же Посмотреть На приложение Да Здесь Ставим Всегда На минималочку На самую Минималочку Которая Даже не закрутит Потому что Очень важно Не то Не просто Закрутить А Попасть По местам В данном случае Когда собираем Мы все Нужно Очень внимательно Все делать Очень бдительно На автомате Не затягиваем Подтягиваем Ручками Все Все Ручками Подтягиваем Пластик Это все Таки Пластик Передавил И он Лопнет Вообще Три секунды Потом Будет Бринчать И кому Это надо Все Ручками Спокойненько Затянули Все Аккуратненько И получается Что эта ручка Вообще Она гениальная А просто Гениальная Она держится Здесь сама Просто Вставилась И держится Вот на На этой штучке Вообще Идеально Вообще Супер Вообще Класс Мне очень Понравилось Вообще Класс Вообще Здорово Кстати А вода Сюда Внутрь Особо Попадать И не будет Тем более Если мы Смажем Допустим Силиконкой Потому что Она сможет Попасть Только Вот через Это место Только Через Это место А здесь Можно Кстати Да только Силиконкой Сюда Много Особо И не попадет Очень Очень Конструкция Очень приятная Очень хорошая Единственное Что Друзья Давайте Из места Этой Пластиковой Сделаем Что-нибудь Такое Либо Титановое Либо Алюминиевое Что-то Очень Приятное И не Ломающееся И с Направляющими Что-то Для жесткости Может быть Сделаем А самое Важное Пускай Все останется Как прежде Но пусть Она будет На защелке Вот так Нажал Чик Она Клацнулась И дальше Она Отряски Никуда Не уезжает Надо Ее Достать Опять Нажал На нее Чик И она Вылезла Вот Будет Идеально 473 Да Но Оригинал Пришел Пришел Самый Оригинал Это Уже Хорошо Сейчас Саша Напишем Это За Сколько Она Пришла Все За 4 Это Уже Ближе То 6 Так Итак С этой стороны У нас Все Поменено Дальше Поскольку Мы Открыли Ну Как бы По уму То здесь Я могу Все Это Запшикать Я так Понимаю Что здесь Второго Нет Если Четыре Мы можем Поставить Да Друзья Держится На одном Я сказал Что это Гениально Но Посадочное Место Есть Еще Под Одно Ну И раз Пришел Комплект Поставим На второй Конечно Да Вот так Вот друзья Посмотрим По второй Стороне Может быть Это Они решили Что не надо Поскольку Люфта Никакого Особого Нету Я не вижу Его То есть Не наблюдаю Но Очевидно Для жесткости Конструкции Если вторая Будет стоять Да будет Неплохо Посмотрим 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 Сейчас Нам Главное Понять Какая Сторона У нас Идет Какая Сторона У нас Идет Туда Сюда Раз Нет Вот такая Значит Наверное Должна быть Так Нет 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 Это Такая же Ну а дальше Надо Играть в игру Соображалка Игра Соображалка Пазик Пазик Это вот Такая А это Вот Другая Вот Вот Такая И посмотрим Как она Никак Она Никак Она То есть Тот комплект Который Пришел По крайней Мере Сюда Никак Здесь Одна Такая Же Вот Чтобы Все Видно Было Может Кто-то Скажет Что Я Что-то Не Так Делаю Вот Одна Такая Же Допустим Две У нас Одинаковые Раз И Два Раз Раз Я Уже Какую Делаю И Четыре Две Одинаковых Таких И Две Одинаковых Таких В Комплекте Вот Сюда Идет У нас Вот Такая Она Сюда Никак Не Встанет Вторая Казалось Бы Сюда Должна Встать Но Я Не Наблюдаю Технической Возможности Ее Поставить Никаким Образом То есть Вот Друзья Кто знает Ответ На этот Вопрос Сообщите Но Она Держится Здесь Хорошо То есть Как бы Но Есть Посадочное Место Шарик Нашелся Казарно Вот Сюда Друзья Вот Поэтому Всегда Без Паники Все Найдется Взрослые Люди В нашей Жизни Все Случается Если Мы Степенно И С расстановкой Все будем Делать Все Шарик Нашелся Самому Любопытно Стало Что Это Мы Здесь Сделаем Итак Крепление Мы Убираем Винты Здесь Козырные Кстати Они Получаются Ай-яй-яй Какие Они Хорошие Это Какие Они Хорошие Вообще Хорошие Чистая Нержавеечка Запас Бесценный Бесценный Запас Туда же Эти Без Всяких Себе Магнитных Свойств Очень Хорошо Так Ну что Здесь У нас Вопрос Запшикать Запшикать Мне Не сложно Могу Все Разъемы Отсоединить Запшикать Но Если В дальнейшем Мы Не планируем Вот это Все Открывать Потому Что Если Снимать Вот Эту Штуку То Лучше Чтобы Конечно Здесь Не Было Запшикано Потому Что Допустим Для того Чтобы Прогерметить Мне На своем Колесе Вот эту Штуку Ее Нужно Отнимать Ее Нужно Снимать Кулер Дерать Ну Это Да Это Для Того Чтобы Сделать Все Хорошо Чудесно Так Мы Можем Сделать Как У Меня Сделано Понадеяться На То Что Там Все Четко И Запшикать Можем Этого Не Делать Даже Пшикать Не Будем Все Все Четко Мы Главное Посмотрели Убедились Как У Меня Как Здесь Все Козы Любой Момент Это Все Просто Главное Увидим Что Провода Передавлены Ну Единственное Что Вопрос У Меня Вызывает Это Моментик Здесь Но Они Вроде Как Не Ходят Здесь Единственный Острый Угол На Который Но Они Обходят Его То Есть Провода Не Трутся Об Него Здесь Такого Нет Можно Попробовать Мотануть Здесь Тряпичной Изолентой Чтобы Перебдеть Ну Так Все Стоит Очень Даже Ничего Хорошо Единственное Что Вот Говорю Да Вот Под Эти Конечно Динамики Очень Здесь Акустическая Система Мне Очень Нравится На Нее Кстати С этой Стороны Можно Что Нибудь Наклеить Такое Виброизолирующее Чтобы Улучшить Качество Звука Чтобы Не Было Вот Этого Пластмассового Дребезга А так Звук Звук Здесь Потрясающий Здесь Очень Хороший Звук Да Очень Громкий Звук Его Можно Качество Улучшить Так С этой Стороной Мы Закончили Здесь Ничего Мы Делать Не будем Здесь Все Красиво Замечательно Единственное Что Говорю Чтобы Не Осталось Я Сейчас Возьму Тканевую Изоленту И Вот Эти Провода Тканюшку Чуть Оберну Ну Потому Что Если Я Увидел Что Да Здесь Острый Угол И Провода Рядом То Надо Сделать А то Потом Буду Плохо Спать Вот Такая Изоленточка Для Подкапотной Изоляции Проводки Очень Удобная Штука И Сейчас Вот Этот Проводочек Который У нас Идет Разъем Завален Сюда Мы Его Можем Разъединить Он У У У Некритичный То Есть Отключать Ничего Не Нужно Для Тому Чтобы Ну Вот Можно Посмотреть Почему Я Собственно Сюда Говоря Залез Вот Видим Передавленность На Проводе Вот Здесь Надо Встать Чуть Чуть Повыше Да Что Я Просто Хочу Это Обхватить И Тогда Он Не Перет Куда Кусочек Отрываем Здесь Все Вообще Элементарно И Все Просто И Обкручиваем Она Автомобильная Достаточно Термостойкая Можно Кембрик Какой-нибудь Использовать Сюда Но Она У нас Является Еще Дополнительной Шумоизоляцией То есть Вообще Проводку Когда Прокладывают В автомобилях Или Где-то Еще Обязательно Оборачивают Изоленту Чтобы Не было Лишних Звуков Прошу Прощения Да Валерий Еще Один Проводочек Обернул Изоленточкой Тканевой Чтобы он Плотно Встал Вот видите Я его Прямо туда Впихиваю Вот Чтобы он Встал И никуда Не делся Отсюда Даже Много Накрутил Чтоб Держался И никуда Не делался А так Обычно Резинобит Умную Штуку Используют Еще Чтобы Хорошо Все Заходило И Хорошо Все Держалось Вот Теперь Он Точно Оттуда Никуда Не Денется Здесь Все Хорошо Здесь Все Хорошо Здесь Все Хорошо Ну Что Красота Красота Еще Раз Полюбуемся Те Кто Гонят На Качество Готвей Друзья Я Не Знаю Я Разбирал Кингсонги Здесь Специфический Пластик Крышка У меня Полупалась В нескольких Частях Но сделано Все Приятно Ну Конечно Это Конечно Это Не Транспорт Конечно Это Моделька Игрушка И все Такое Конечно Я надеюсь Что Пластик Будет Гораздо Прочнее Там Все Будет Качественное Допустим Плата Будет Сразу Залито Каким То Компаундом То Уже Не Страшно Будет Ничего Все Разъемы Будут Залиты И Мы Будем Спокойно Ездить На Колесах Я Когда Мерседес БМВ Перекупят Все эти Технологии И начнут Производить Колеса За полмиллиона Зачем Друзья Тогда уже Не все Смогут Позволить Себе Такие Колесики Ну Конечно Жигули Останутся Наверное Да Но Пока Мы Ездим На Самых Крутых Колесах И Друзья Сообщаем Давайте Делайте Колесики Лучше Мы Готовы Покупать Готовы Тратить Деньги Мы Пускай Пластик Будет Прочнее Колеса Надежней Все Собираем Здесь Она Держится Здесь Если Она Сейчас Не Прилипнет Предлагаю Посадить Ее Чуть Чуть На Герметик Чуть На Герметик Я думаю Надо Посадиться Вот Она Встала Но Она Вот Выскакивает И Здесь Выскакивает Сейчас Возьмем Герметик И Посадим По крайней мере По посадочному Месту Пройдем Ну Как-то Жаловались На сборку На первый взгляд Ничего Да Нормально Вообще Отлично Жаловались Кто Кинг Сунги Продавать Не надо Чуть Чуть Местами Только Так Чтоб Она Стала На На место Правильно По периметру Не будем Жаловаться Пока Мы Ничего Не Делаем Смысла Я В этом Пока Не Вижу Потому Что Сложности Появятся С тем Что Как Это Достать Откуда Это Хлам Только Что Говорили Что Наймбот Это Хорошее Качество Колес Безусловно Но По Характеристикам До Гатвы До Бигуди До Этого Она Не Дотягивает С тех Когда Ты На Гатвы Едешь Это Не Приковывает Взгляды Не Это Не важно Но Это Приятно Когда Видят Зло Всего Нифига Такая Покрышка Так Все На Ем Приятно На Ем Приятно Вот Допустим Ждать Светофора Потому Что Оно Настолько Отрабатывает Поверхность Если Наготвы Ты можешь Восьмерки Крутить Задом Спокойно Но Они Большие То Здесь Ты можешь Практически На Месяц Чик 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 Между Пешеходов Так Хорошо Мы Сейчас Прокатимся Обязательно И Это Почувствуется Зло Очень Специфическое Колесико Если Б Оно Было По Характеристикам Хотя Б Приближалось По Скоростным По Всему По Запасу Это Было Бы Здорово Но И Оно Тяжелее Чем Это Колесо На 3 Кг А Это Существенно Когда Таскаешь Постоянно И При Этом По Характеристикам Оно Хуже Супикс Хорошо Подходит Для Дальних Поездок На Зле Устанешь Потому Что Там Вибрация Передается Там Мягкости Нет Вообще Она Есть Но Ее Очень Мало Я Качаю Там Больше Трех Атмосфер И Поэтому Кто-то Говорит Накачайте Одну Атмосферу Ну А Смысл Тогда Как Мы На Поребрике Будем Заскакивать Как Это И Там Мягкость Все Равно Она Не Прибавится Особо Мягкость Особо Прибавится Герметик Решил Использовать Вот Этот Обычно Его Не Использую Потому Что Беленький Прокладка У нас Здесь Беленькая Чтобы Все По Фэншую Было Посмотрим Как Будет Если Вырезет Хотелось Бы Конечно Прокладку Какую Нибудь Профильную Здесь Вот Чтобы Ее Поставил И Не Надо Было Вот Так На А Так Получается Какая То Не Совсем Логичная Штука И Периметр Надо Еще Очистить Чтобы Это Белое Не Выставки Не Высоль Главное Так Стало Все Сейчас Чуть Она Прихватится Может Вылип И Ставим Здесь По Динамикам Также Та же Самая Прокладка Стоит Вот Она Не Вываливается По Краиню Или Она Хорошо Приклеена Не Знаю Ну Что Мешает Вот Сюда Сеточку Сразу Вставить Не Понимаю В ходу Динамиков Если Она Будет Мешать Ну Сделайте Выпуклой Ну Потому Что Отличное Колесо Ну Почему Ну Конечно Хотелось Чтобы Динамики Были С Обеих Сторон Чтобы Какое То Стере Было Для Издака Кстати Здесь Стерео Моно Не Известно Потому Что Я Сейчас Со Стерео Колоночкой Езжу Она Большая Клей 5 Флип 5 Да Она Хороша Меня Она Устраивает Но Это Пока Куртка Большая Куртка Зимняя Я Летнюю Куртку Надену Там Таких Карманов Уже Не Будет Вот Флип 5 Она Стерео Она Все Хорошо Динамика Может Быть И Сейчас Подождем Чтобы Прихватилась Чтобы Она Корпус Не Приклеилась Вот Как Это Сейчас Меня Очень Радует Вот Эта Система Она На Всех Сделана То Кусочек Снят А Кусочек Оставлен Типа Когда Много Раз Вы Будете Разбирать Потом Вы Сможете Отсюда Снять Забавно Мне Нравится Я Критиковал Что Прилипает Да Нормально Пускай Прилипает Когда Знаешь Это Нормально Тут Везде Такой Толстый Двусторонний Скотчик Здесь Все Хорошо Все Так Красиво Ну Люфтов Я Никаких Не Наблюдаю Здесь Ничего Нигде Не Ходит Все Тут Хорошо Здесь Написано М Супер Про 100 Ватт Всякие Такие Штучки Тут Туда Чем Нибудь Таким Тоже Я понял Грязь Здесь Берется Не отсюда Она Здесь Крышка Перекрыта Грязь Берется Вот Отсюда Вот Из Этого Центрального Гнезда Его Можно По идее Перекрыть Чем Угодно Но Если Мы Его Перекроем Смазкой Смазка Будет Грязнить Сюда Поэтому Вот Отсюда Пыль Летит Вылетит Только Отсюда Чем Железе Герметика Если Хочу Могу Скажем Всего Можно Если Хочу Лежит Относительно Легко Перекрыть Герметик Сейчас Заложим Сюда Герметик Чисто Поверхность Которая Выходит У нас Герметик Силиконовый Поэтому Ничего Плохого Он Не Сделает Но По Крайней Мере Грязь Он Сюда Пускать Не Будет Можно Было Б Кусочек Сплея Использовать Так Провода Грязним Но Ничего Сейчас Надо Сделать Так Чтобы Он Туда Затек Какой Забавный Казанский Герметик Миллион лет Его не Использовал Купил Специально Для Гатвея И для Зла Потому что Здесь Все На белом Герметике Я подумал Ну Чтоб По Фэншую Было Но Он Не Закаменеет Он Как Б Он Не Акриловый Он Сейчас Туда Его Пропихну Все По Крайней Мере Отсюда Отсюда Пыль Больше Лететь Не Будет При Необходимости Это Все Снимется Ожидаю Волнухой Что Мы Здесь Сделали Что Потом Это Все Отлеплять Непонятно Чего Да Как Да Почему Ну Вот Мы Открыли Мое Колесико И Там Была Грязь И Грязь Залетела Отсюда То есть Больше Ни Откуда Потому что По периметру У меня Было Все На Герметике Все Посажено На Это Это Прихватилось Да Это Прихватилось На Лит Уже Нормальный Но При Снимании Все равно Она Скорее всего Прилипнет И Снимется С этим Так Здесь Все Поставил Я Ничего Не Забыл Все Хорошо Ну Почему Обязательно Все работы Которые Ведутся С колесами С машинами Всегда Просто Снимать На Видео Чтобы Всегда Можно Было Найти Ошибку Как Черный Ящик Где Была Допущена Ошибка Откуда Эта Дырка На МКС Появилась Прилипла Ты Не Прилипла Здесь Все Четко Здесь Все Четко Здесь Все Четко Здесь Все Четко Проводочки Эти Можно Убрать Куда Нибудь Сюда В Пазике Где Они Скорее Всего В Этом Пазике Шли Надо Вот Этот Еще Заправить Раз Оттуда Они Пересекаются Еще Но Явно Что Он Шел В Другом Месте Конечно Это Точно Не Мешает Тут Точно Ничего Не Давит Мы Просто Уже Так За Процессом Решили Понять Где Что Да Почему Так Это Это Хорошо Это Это Хорошо Это Здесь Тоже Хорошо Здесь Мы Ничего Не Отключали Ничего Не Поднимали Все Сейчас Прилипнуть Должно По-любому Все Должно Встать Должно Чуть Чуть Вдавиться Да Чуть Чуть Должно Можно Клеить На Углы Еще Куда То То Есть При Падениях Они Будут Повреждаться А само Колесо Будет Сохраня Друзья Друзья Ну Вы Чего Или Вы Как Раз Это Сделали В Момент Когда Готови Уже Не Готови А Бегуди Название Это У них Ахи Готови Пусть Богом Бегут Бусь Богом Подлушечки Так Ну Что Ладно Собираем Собираем Здесь У Нас Все Винтики Здесь Единичку Поставил Причем Затягивать Это Буду Все Равно Ручную Здесь Важно Здесь Важно Закрутить Наживить И потом Только Пройтись Потому Что Если Мы Сразу Начнем Крутить Там Латунная Вставочка Она Может Того Ну Как На колесе Когда Мы Стартуем Лучше Задать Движение Колесо А потом Только Вторую Ногу Ставить Чтобы Не Сорваться Так И Здесь Лучше Наживить Сначала Почувствовать Движение Сколько На колесе Учешь Ну Сколько Недолго Два Дня И Как Были мысли Что Я Не Поеду Нет 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 Я Видел Один Человек На даче Кто-то Купил Колесо И Кто-то Сказал Или Мне Говорят С Лыжными Палками Завучить Там Человек С Вилами С Граблями Это По дорожке Между домов Ходит Я Час Посмотрел Потом Дальше Да А первые Люди Которые На Моноколеса Вставали Они Вообще Себя Богами Считают До Сих Пор Наверное Я Такой Уникальный Больше Не Понимаю Что Триндец Триндец И Все Боятся Да Конечно Люди У нас Конформисты Благодаря Этому Мы Выжили Но Иногда Когда Хорошая Есть Товарищ Стал На Колесо Мотоциклист И Вот Он Тоже На Колесе Приезжал Куда Там Кто Хоккей Толи Фигуристы Вот Я Толком Не Помню Там Целая Команда Они Такие Окружили Его Колесо Круто Ой Как Это Все Такое Ну Вот Наверное Про Это Они Говорят Что Надо Пока Я Не Затягиваю Обтянем Чуть Позже Что Качеству Барабанит И Он Приехал И Вся Команда Такая Собралась Ой Интересно Чуть Такое И Захотели Тоже Поехать Он С ними Поспорил Что Не Поедут И Они Проспорили И Всей Командой Его В ресторане Кормили Они Думали Что Это Так Просто Они Вроде Как Фигуристы Да Все Такое Да 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 Он Конечно Удивился Он Как Услышал Что Я Людей За 15 Минут Ставлю Он Такой Было Видно Что Он Думал О Себе Чуточку Все Таки Я Избран Все Таки Нел Не 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 Все Мы Это Счастье Конечно Для Всех Единственное Для Всех Кто Правила Дорожного Движения Все Таки Чуть Чуть Знает Потому Что Вот Та Волна Смерти Которая Была Когда Вот Эти Скутера К нам Пошли С Японии Да Все Дети Они Ж Гибнут Едут Эйфория Как В фильме Эйфория Дурачка Посадили На мотоцикл Местного Дурачка Он Едет Он Счастливый В поле Едет Кайф Так Вот Ребенка Поставь На Это Он Тоже Поедет Он Не Будет Думать Что Там Машина Вый Я До Сих Пор Иногда Ещё Могу Еду И Хоп Случайно На Красный Проехал Там Где Маленькая Улочка Я Думал Что Там Никого Нет А На самом Деле Я Сказать Про Них Потому Что Пока Это Мнение Такое Субъективное Я Про Эти Камеры 360 Я Первый Раз Когда Вот Это Рассматривал GoPro Там Один Фермер В Америке Купил Ну По Идеи Ну Взрослый Человек Ну Да 500 Баксов Он Мог Накопить Это Все И Купил Он Себе Камеру Он Говорит Ребята У меня Компьютер Windows Она Не работает С Windows Там Написано Что Работает Он Не Работает С Windows Вот Собаки GoPro Просто Сотрудничают С Яблоками Все Да Будет Работать Когда Нибудь А Или Хотите Покупите Программу Которая 2000 В месяц Стоит И Она Будет Работать С Windows 2000 Две Штуки В месяц Вы Будете Платить И Она Будет Плагин Будет Который Будет Позволять Вам Мак Купил Я Переплевался Вообще Кошмар Они Дурят Людей Вообще Телефоны Apple Отдельная Статья Они Удобные Хорошие Замечательные Но Блин Компьютеры Это Просто Трэш Но Все Фанаты Яблочные Говорят Ты Дурак Я В Советском Союзе На Красный Свет Мы Всегда Ходили Нет Машин Мы Идем Мы Взрослые Мы Умные Мы Мы Понимаем Что И Детей Надо Так Воспитывать Но Чтобы Они Всегда Адекватно Реагировали Мы Не Тупые То Что Красный Зажегся И Мы Стоим Три Часа Нет Мы Начинаем Анализировать Но Если Все Хорошо Работает Надо Работать По Системе И Тогда По Крайней Мере Дети Будут Спасены Мы И Так Прорвемся Так С Наверное Чуть Чуть Заправлю Так Рукохозяин Надо Обязательно Обязательно Зачем Не Не Это Обязательно Я Не Мастер Я Любитель Я Абсолютно Любитель Поэтому Для того Чтобы Быть Спокойным Абсолютно И Специально Рычаг Всегда Не Не По Периметру По Периметру Лучше Пройти Лучше Гешталь Завершить Я Товарища Попросил Он Моложе Меня На Десять Лет Я На Газели Работал Ну Блин Подрабатывал Говорю Сходи Пожалуйста Там Подтяни Сходи Потяни Там Колпачок На Газели А он На Шпильке Держится И Гайка Десятая Я Ему Дал Трещотку И Головку Он Приходит У него В руках Трещотка И шпилька Обломанная Я Мы Сдури Можем И так Сорвать Поэтому Надо Все равно Проверять Или Человек Который На Разборке Работает Уже Много 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 Лет Менял Колодки Товарищ У меня Здесь И Товарищ Так Выезжает Говорит У меня Колесо Блым Блым Я Выхожу Гайки Болты Откручены Поэтому Если Человек Каждодневно Это Не делает По Миллиону Раз Лучше Всегда Проверять Всегда Проверять Сейчас Я Пока Педаль Куту Наверное Ставить Не буду Пока Мы Эту Крышку Чтобы Она Удобнее Устойчиво Лежала Главное Ее Потом Не забыть Поставить Не Поехать Без Ней Так Что Вот А Жизнь У нас Конечно Сейчас Не знаю Как В других Странах Живут Мне Кажется Полегче Чуть Стало Чем Раньше Было Хочется Верить Что Еще Лучше Будет Но От Нас Многое Зависит Поэтому А Через Экодрифт Как Приобреталось Колесо Просто На Сайте Хочу Купить Там Когда Ты Хочешь Купить Добавляешь Корзины Потом Перезвонивает Менеджер Кто Дяденька Тетенька Перезвонил Чего Он Хотите Колеса Приехал С Деком Они Присвали Я Столько Перезвонил А потом Мы Уже Отсылся Политехнические С мужеством Позвонили Привет Забирает Ваш Колесо А Оно Оплачено Было По сайту Или Нет Там Оплачено Ничего Себе Не По Предоплате А Прям Так Ну Вот Я Говорю Если По Предоплате Работать То Там Скилька Очень Хорошая А где Там Это Было Это У них Какой-то Аутпост Или Тоже Магазин Это Значит Одно Колесо Сотрудничать Может Это Есть Оно Может Они Сотрудничать Просто По-другому Названо Путают Путают Нас Собаки Бешеные На Самом Деле Они Одни И Те Ж Нам Говорят Ну Разные Магазины Ага Что Константин Спрашиваю Где Покупал В Одном Колесе Колесо Упаковываем Вот Видео Я Выложу Как раз Чтоб Ребенок Тренировался А на Нем Наклейка Экодриф Да Никогда Бо Они Наклейку Экодриф Не Там Тоже Искусственным Камнем До Сих Пор Занимаются Да Говорят Пять Сайтов Делают Все Контора Одна Телефоны Разные Чтоб Всех Охватить Ну Меня Бесит Экодрифт Сайт Я Давно Туда Не Заходил Может Он Конечно Наладился Уже Все Хорошо Раньше Бесил Очень Катастрофически Ужасный Просто Ужасный А Кстати Одно Колесо Нормальное Но Там Нет Ничего Там Все Есть Выбор Такой Что Можно Посмотреть Колеса Которые Там Пять Лет Назад Были А в Наличии Нет Наличии Нет Все Пишут Мы Все Сделаем Все Закажем Болтуны Раз Два Какая Наждачка Кайфово Так Сделан Мне все Говорят Резиновый Это Убирает Все Блогеры Убирают Резиновый Не знаю Мне Те Резинки Нравятся Они Наверное Тогда Мокро Хорошо Мне Кажется Мне Кажется Да Не Всегда Хорошо Ну И Пока Не Надо Все Нормально Ну Конечно Да Шипов Больше Поставь Куда А Так Там Элементарно Вон На Мое Можно Посмотреть Просто Элементарно Как Наждачка Будет Подстираться Если Хочется Она На Самоклейке Она На Хорошей Самоклейке Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Здесь Винтов Я Отклеиваем Откручиваем И Вот Как У Меня На Супиксе Сейчас Педалька Наверное Другая Можно С другой Развернуть Сейчас Одна Педалька Сникла И Просто Вот Снимаем И Просто Нержавеющий Винтик С гаечкой Причем Я Одной Стороной Один Другой Стороной Я Видел Помельче Их Ставят Тогда Еще Жесткой Во второй Не Вижу Если Я Буду Часто Ездить По Лисам Там Где Корни Там Где Постоянно Идет Отрыв Ноги От Педали Чтобы У меня Был Запас По Отрыву Тогда Да А Здесь Нет По Зиме Когда Снежная Зима Шипы Нужны Однозначно Потому что Нога Слетает Просто Но Зимой Я Просто Не Слезаю С Там Без Шипов Конечно Никак Ну Вафельницы Может быть Подешевеют Потому что Сейчас Они Пока Космос Стоят Сейчас Надеюсь Производители Появятся Будут Многие Производители Потому что Они Пока Просто Очень Очень Все Это Дорого Как бы Для Взрослых Людей Это Как бы И Недорого Но Мы Тут Деньги Ценим Зачем За кусок Железки Какие Ну Вон За Четыре Тысячи Покупаем Ручку Которая Ну Красная Цена Должна Быть Ну Рубля Три Ну Два С Половина Мы Понимаем Блин Дорого Мы Заплатили Нам Кажется Что Мы Аж Шесть Заплатили Да Ну По Крайней Мере Она Это Ручка Сложная Конструкция Какая Что То Такое Долго Работаю Долго Играю Ну Хорошо Педали Ну Деньги Зарабатывают Да и пускай Зарабатывают Господи Ну Пока У меня Потребности Нет Там Поменять Я думал Сам Сделай Причем Я не хочу Алюминиевые Я хочу Какие Нормальные Титановые Чтобы Блин Средня Чтобы Легкость Была Лучше Чем Алюминиевая Прощность Больше Чем Алюминиевая Пусть Подороже Пусть Хорошо Мне Нравится Тюнинг Который Они В В Обзорах Игорек Там Такой С носом Сломан Он Очень Сдуловка На колесе У него Был Кингсон Который Он Захромировал Вот После Видать Этого Обзора Кингсон Его Все Гатвэи Пошли В серии Хром Ну Гатвэи В хроме Вообще Не Смотрится Да Потому Что Ну Блин Хромированный Как это Хромированный Карбон А Заход А вот Кингсон Вот Именно Он О Летающая Тарелка Он Смотрится Да Ну Они Китайцы Видать Не Понимают Так Вот Здесь У нас Все Цело Нам Надо Снять Крышку Для Этого Нам Надо Подцепить Чтобы Подцепить Берем Головочку Поменьше Поменьше Сейчас Один Из Винтиков Мы Достанем Можно Через Центральный Через Центральный Лучше Не Лучше Всегда С краю Лучше Всегда С краю Вот Спасибо Готвею Что Все Нержавеющее Спасибо Что Все Нержавеющее Да Как Здесь Все Хорошо Вот Здесь Наверное Вот Здесь Говорят Все Плохо Плохо Все Хорошо Ножик Не Засунуть Не Я Понимаю Если Они Считают Что Хорошо Это Когда Щели Не Видно Вообще Куда Даже Засовывать Это Тоже Хорошо Везде Откручиваю Откручиваю Поэтому Я пользуюсь Услугами Специалистов Я считаю Что Каждый Должен Заниматься Своим Делом Я Этим Занимаюсь Только Потому Что У меня Нет Под рукой Человека Который За меня Все Это Сделал Офигенно У меня Есть По Противоугону Человек По Электрике Я В машине Своей Не Ковыряюсь Я Ему Отдал Он Все Сдел Я Спокой Моя Машина Не Сгорит Блин Случайно И Все Будет Хорошо Четко Работать У меня Человек По Замене Масла Я Спокойно Знаю Что Он Не Забудет Крышку Закрутить Он Сделает Все Нормально Все Прокладки Все Будет Работать Все Будет Четенько Хорошо Так Они По 20 Лет Уже Работают Каждый День По Многу Раз У Рука Уже Набита И Они Косяков Столько Совершили Что Триндец А Без Косяков Никуда Приятный Звук Пошел Конечно Как они Дадут Посмотреть Человеку Что Происходит С его Колесом Это Полный Трэш Здорово Держится На этом Скотче Волнительно Момент Ну По идее Нам Если У нас Прокладочка На месте А она У нас На месте Если Мы Ничего Больше Ерметь Здесь Не будем Мы Спокойно Ее Снимаем И Откладываем С винтиками Винтики Мы Не Вынимаем Это Когда Начинают Люди Только Это Все Делать Это Все Страшно А дальше Все Это Быстро Да Тоже На Одной Вот Про что Говорили Крепление Сделано Для Второго Но Потом Видать Экономически Целесообразность Они Поняли Что Не Надо Бессмысленно Это Ну Блин Я За То Чтобы Чем Прочнее Тем Лучше Поэтому Можно Сделать Можно И Было Сделать Можно Было И Сделать Здесь Все Хорошо Сюда Сразу Тогда Можем Герметика Нафигачить Будем Конечно Здесь Платы Нет Поэтому Это Не Так Критично Проклянуть Меня Потом Конечно Кто Будет Отковыривать Не Страшно Зачем Вы Это Сделали Ну А Хейтеров Будет А Что Вы Делаете Что Вы Делаете Что Вы Такое Делаете Ни В Коем Случа Этого Не Надо Я Из Целесообразного Было Было Если Они На Колесиках Но Они Наверное Что То Делают По Подшипнику Смазки Размазал Чтобы Был Гидробарьер Вот Кстати У Нас По Крошка Здесь Пластиковая Откуда Она Здесь Я Не Знаю В прошлый раз С той С той стороны Я Наносил Герметик Помню Это Вот Это Крошка Ее Кстати Можно Выдать Компрессором Чтобы Глаза Не Попало Закрываем Глаза Хорошо Здесь У нас Просто Затвор От Грязи Это Это Вот Так Вот Было Наверное Да Как Они Хотели Чтоб Это Было Текучий Герметик Не затек Он Не туда Там Не туда Особо Не затечешь От шайбы Здесь Тут Промялась Тут Промялась Это Наша Новенькая Да Пружинка Магнитится Сюда Можно И Смазочки Конечно Сюда Можно И Смазочки Чтоб Он Просто Не Закис Ничего Литульчику Наверное Да Да Не Вижу Смысл Но Потом Все Равно Если Что Силиконкой Надо Будет Сливать Она Должна Туда Проникнуть Она Должна Туда Проникнуть Так Да Я ее Тоже Проливал Ну Я Последнее Время Пристрастился Ну Хотя Нет Последнее Время Силиконкой Как раз Сделал А так Я Еще Этой Твердой Смазкой Тефлоновой Которая В Аэрозоле Вот Так Поставили Здесь Проводочки У нас Не касаются Это Алюминики Даже Если Захотят Они Не касаются Алюминики И ставим Назад Ручку Которая На нержавеющих Винтиках Хайте Не хайте Но этого Даже Ни у кого Нету Ни 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 Найнбота Нету Ни У Готвей Нету Нержавеющих Винтов Нету Вообще Поэтому да Если говорить Какое колесо Самое лучшее То Прошка Однозначно Она самая лучшая Но поскольку Ее больше не делают Я надеюсь Что ее начнут делать Единственное колесо Которое осталось Которое Можно покупать Это получается Никола Но у Николы С весы У него нет Такой покрышки На которой Да трюковая Такая И у нее Радиус меньше То есть Диаметр Колеса Поэтому У Прошки Только Прошка Шерман Шерман Это неподъемная Штука Это не для города Это может быть Для веселых Дальних покатушек Да Когда тебе Не надо его поднимать И максимум Куда ты его поднимаешь Это в багажник Своего автомобиля Двумя руками Если тебе надо Заносить его В квартиру И без лифта То не Это однозначно Нет Это для войск На него бронежилет Хорошо повесить На нем хорошо По лесам ходить Рядом с собакой Так На этой покрышке На протекторе На этом Которую все ставят Всем так нравятся Эти шашечки Вот самая шикарная Покрышка Самая офигенная Покрышка Это-то мне говорят Сейчас Причем Андрюха Говорит У которого Кингсон У него точно такая же Покрышка стоит Он говорит Ой, скорее бы вот эта штука сточилась А то меня в стороны кидает И при этом он сам говорит Ой, было бы здорово С шашечками резинок Какая? На машину на легковую Поставь шашечками резинок Потом этот гул Никуда не денешь Смысла Не вижу Я вон На На гладкой покрышке По льду Супер Если уж хочется Там совсем Ну, можно какие-то Когда-нибудь Они будут делать шипованные покрышки Если ты чисто по льду ездишь Потому что по льду Действительно боковое соскальзывание У тебя Она все равно соскользнет Но при меньшем При больших углах уже Там есть один финн У него канал нормальный Вот у него единственный ролик Там, где он по лесу В спортивной форме Такой мотоциклетный, наверное Он фигачит на Гатвей На старом еще квадратном таком И он по лесу едет И на пролом едет Так Дзын-дзын-дзын-дзын У него есть ролики Там, где он ставил шиповную резину И гонял по замерзшему треку То есть там снежному То есть там Ну чуть-чуть Он так же заносит Абсолютно так же он падает Никуда не деться Чуть-чуть больше угол Он может позволить там Сделать И все Крису это самая умная штука Которая придумала человечество В 21 веке После смояфона Поэтому, друзья Чем раньше вы для себя это откроете Тем лучше А Гатвей Вы, я не знаю Недоумки, уроды Или кто Ну зачем вы это сделали Дайте нам прошки Нам нужны прошки Мы хотим ездить на прошках Что это за прозрачная субстанция Из тебя вытекает Мы хотим ездить на прошках Мы не хотим ездить на Этих больших подшипниках Что тюбик трясти уже надо что-ли Ну ничего не трясется Новый тюбик только что открыл Казанский герметик Это там Льву Долгополинскому У нас Катаются В Казани Там красиво Конечно Парки там сделали Хорошие парки Давайте там контролируйте Производство Силиконовых герметиков Так Это поставили Это поставили Вот это бы я наверное Еще чуть-чуть подтянул бы Чуть-чуть бы подтянул бы А так да Ремонт Ну кто Кто занимается ремонтом сейчас Какая-нибудь молодежь Которая не может денег Больше нигде заработать И что они Нам ждать 10 лет Пока они наберутся опыта Или что Если элементарной культуры У них нету сейчас О чем О чем О каких супер мастерах Вы говорите Наши скутеристы Вот те которые по 20 лет До сих пор это косяки делают Да они мастера Но им чтобы Поднаторить вот в этом Моноколесном Еще годика 2-3 И надо накосячить Попортить всего У меня друг был Который Врач Хирург Он говорит Виталик Я как-то только начинал Я знаешь сколько людей попортил Вот пиздец Моему ребенку У него перелом двойной был Я понимаю Я взрослый человек Я понимаю Что надо было сделать Так так и так А не так и так и так А это наша жизнь Это тоже наша жизнь Это тоже наша жизнь Я не могу доверить Никому Кроме себя Да я параноик Да И ошибок я совершаю Немыслимое множество Пока Просто немыслимое множество Главное чтобы они все Не фатальные были Да Но все из-за чего Из-за того что Что-то не доделал Допустим на эмоушене Это то что Не снял я вот эту плату Не убедился Потому что Понаделся Ну как Ну прикрутить то уж Шесть винтов то можно уж нормально Снегом то что не выглядит Да Откуда же я знал Что там радиатор Такой огромный стоит Нет не знаю На всех На предыдущих колесах Все так чудесно Поэтому друзья Нам нужны Если от вас зависит это Нам нужны колеса Вот такие Вот такие Офигенные У этого колеса У меня такое чувство Что они специально Вот сделали динамик Чтобы остался Единственный недостаток Ручка и динамиков Чтобы сюда Все остальное Нет я разберу Свой корпус Еще я посмотрю Они говорят Что там что-то На саморезах держится И саморезы Прямо туда заходят Их там срезают Хочу посмотреть Я очень боюсь Что эти Саморезы Ржавеющие Но судя по тому Что они здесь Все хорошее Оставят Может там они Нормальные Не знаю У меня только Вот этот вопрос Пока Тьфу-тьфу И на удивление Я за зло Топлю Что там покрышка Такая мощная Что ее пробить Тяжело Я на зле Уже два раза Покрышку пробил На этих Ни разу еще Я правда Езжу везде Конечно Но Да и кстати Взлой Она фигачила Этот американский Герметик Который типа Да Последнюю дырочку Вот я уже Сколько к нему Не подходил Уже наверное месяц Ничего Все Все норм По дозе А на коробочке На баночке Написано Что можно И в камерные Его колеса Закачивать То есть И я вижу Сейчас допустим В декатлоне То что продается Мне кажется Мне кажется Что вот этот Вообще Криво заходит Как вот так Как это Он же там Он же там Не в пластик Заходит Ну там Может быть Сама Она кривовата Постанет Чуть-чуть Делают Они делают Как с автомобильными Покрышками То есть Тут надо Обязательно Шнуры с клеем Использовать Тогда все Норм А получается Что это и не нужно Поскольку Если дырка Маленькая То Вот это Средство Вполне Хватает И я переживал Насчет дисбаланса Потому что Мне люди Которые торгуют Этим Говорили Слушай У нас там На Купер Брали На такие Машины У которых Нет запаски Люди себе В каждое колесо Просто заливали Чтобы И потом Конечно Вешались Потому что Там дисбаланс Такой был Что трындец То есть Там на машине Сколько-то надо Проехать За чтобы Это все Распределилось Чтобы Потом-то Опять поставил Она опять Собралось И здесь Этого Я не чувствую Возможно На скоростях Больше 60 Это будет Ощущаться Я не знаю Но пока Я не набрался Храбрости В свои Эти маленькие Колесики Это закачать Но по идее Это не сложно Если пробью Но пока Тьфу Не супик С ней Мелкая Вот это Колесо Я по рынку По всему Везде езжу Здесь тоже Я конечно На разборку Туда не выезжаю На нем Но так Езжу По всем Эти местам Ну что Заклипим Пойдем Пойдем Проверим Кнопочку Конечно Милую Они здесь Сделали Для выключения Но я Если недалеко Я его так Беру вперед Назад Вперед Как при обучении То же самое Но ковры Можно попортить Вот у меня Снаружи ковер Лежит Я на него Пару раз Зло раскрученное Оставил И там Сгорело Конечно Ковер Сразу Синтетически Сразу плавится Такие скорости Свободные раскрутки Если 80 километров Там вообще будет Так что Вот друзья Когда Чуть-чуть Первый раз Делаете Это конечно Занимает Много времени Но потом Допустим Замена Этой ручки Когда у тебя Руки уже набиты Ты спокойно Все это делаешь Ну я думаю Что 5 минут На одну сторону 5 минут На другую сторону Может быть 15 минут На смазку Замазку Я предлагаю Педали Будем смазывать Чем-нибудь Смазку Возьмем Обычную Не графитку Или графитки Сходить Обычной Обычной Смазкой Сейчас смажем Ну так Получается Минуток 15 Вот это должно Занимать То есть Замена ручки Здесь Вообще Не страшно Я Мне было Я не знал Этого Мне было Страшно Но я Я этого не знал Теперь я Знаю И мне Не страшно А я на 9 мая Как раз А? Да, конечно Куда она денется Я на 9 мая Катался В праздничном настроении По всему городу Я видео выложил И что В парке победы ехал И девчонки какие-то идут А я такой веселый И я задом там И съехал с дорожки На газон И что-то Когда что-то необычное происходит Ты обычно Апа Теряешься Опыты Когда еще немного И я Хлобысь Кувыроком Так И колесосица Подпрыгнула Ручка вылетела И сразу Клаш Пластик Рассыпался Отлетел Ну и эти штуки Естественно Я хоп Засунул Но они чуть-чуть Загнуты И поэтому плохо Я их стукал 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 Но все равно Плохо выходит Кстати Вот если твои Тебе будут не нужны Я может быть У тебя как донора Среднюю возьму Может Другие, да? Конечно Самарин Друзья Вот про профессионализм Я говорю Вот только что сюда Я закрутил Винты Которые от ручки Вот они были Я надеюсь Видно Должны были быть Смотрю Вот почему Очень удобно Использовать Вот эти подоны Из которых Вы все Уграли Что не нужно Здесь точно Останется То что нужно И смотрю С ровной резьбой И это И это И все хорошо И все без усилий И почему все важно делать Без усилий Потому что Если бы это С усилиями было все сделано То все было бы испорчено И резьба была бы испорчена И все И хорошо Что эти винтики Были маленькие Но если бы они были Не маленькие Вот видишь Они ничего не испортили Вот Да Без усилий Ну и ничего У меня Лерочка бы есть Если бы Прогнали бы Лерочкой А так все хорошо Все хорошо Ну Вот Че далеко ходить Ну и конечно Я понимаю Мастеров Которые там Ой Мне бы одному Посидеть Мне это прикольно За разговором делать Но я понимаю Что за разговором Мы всегда часто Отвлекаемся Поэтому Поэтому Многие дела Которые я делаю Допустим Страховка Я стараюсь доводить До автоматизма Все процессы Чтобы просто Уже делать все четко Чтобы глаз был наметан И с мастерами Я не разговариваю Когда у меня были волосы Я понял Что когда ты общаешься С парикмахером Ты уходишь всегда Очень плохо стриженным Всегда Всегда Потому что Разговор получился А стрижка нефиг Сейчас по барабану Я могу разговаривать Там без разницы Сложно испортить Ну и я хожу К профессионалу Которая нормально стрижет Поэтому У него все заточит Даже если он захочет Он фиг испортит Даже если Как говорят Это не пробьешь Даже если пьяный Будет Да он А так Когда модельная стрижка Что-то еще надо Человек тебя по среднему Ты разговаривался с ним Все он тебя по среднему сделает Да ты не уйдешь Конечно оборваться Но ты выйдешь и поймешь Это не то Поэтому с мастерами Делать не надо Лучше сделать в следующий раз Ничего страшного не случится Ты только свой профессионализм докажешь Да Да ты крутой Да Это как Андрюха Он там попросил у кого-то Что же он попросил-то Какой-то инструмент Шуруповерт За своим ему было далеко ехать И он попросил Шуруповерт Шуруповерт пару движений сделал И сдох Правая-левая есть муха? Да по-другому мы не сможем поставить Есть обязательно Да Правая-левая И вот все Сдох шуруповерт Ну он чего Порядочный человек Хоп Все Купил такой же новый Да расстроился Ну репутация звездочки есть Все хорошо Молодец Так Смотрим Да Как крылышко Оно должно Вот у нас по рисунку быть Вот оно сюда Это отсюда Здесь друзья Если знаете Какую смазку лучше использовать Подскажите Потому что все-таки здесь Гальваническая пара Возникает по-любому Между металлом Между железом Алюминием У меня На зле Такая возникла Что трындец Я здесь Мазану Чтобы поставить Вот эти штучки Чтобы они Никуда не делись Очень удобно Смазку Использовать Как фиксатор Я кстати даже не знаю Что это за материал Такой забавный Это какой-то Какой-то необычный пластик На ощупь Как алюминий Как металл Может даже и металл Очень приятная штука Вот Главное там Снутри смазать Вот именно в той части Достаточное количество Смазки туда дать Сейчас я вспомню Как они Где широкая часть Вот здесь Широкая часть Возились Вот так сейчас То же самое То же самое Да Хорошо Все перебирают Да Ну конечно Когда ты это делаешь Это в удовольствие Для чего-то Не просто так Чтобы деньги заработать А вот именно Для За разговором Мне Мне больше От разговора В данном случае Получается А профессионал Он конечно Да В тишине Он должен И должен Вот как Человек Который Приезжал Который Я говорю Что у него Работа По ремонте Квартир Он хороший Специалист Все пользуются Его услугами И он говорит Вот устал Уже от работы Дай бог Всем так Уставать Да Профессионал Должен Да Да Уже устал Да Уже что-то Отдыхать Надо лучше Профессионалов Так мало Что трындец Все слишком Устают Глубоко Сидит Хорошо 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 Чуть-чуть Подтяну Да Ну без резьбового Герметика Безо всего Сажаем Это Все Здесь она Свободна Здесь от степени Затяжки Вообще Ничего Не играет Она просто Фиксируется Просто Педалька Все хорошо С этим Все хорошо Дальше Осталась Вторая Часть И Сама Ручка А ко мне Володя Приезжал На прошке Как раз Он взял ХС Который Приезжал У меня Видео Есть Тесла Тесла И зло Он как раз Когда приезжал Просить меня Назле Прокатиться Мы с ним Прокатились И он Последний раз Приезжал На прошке Я уже Четко Понимал Какое колесо Самое лучшее Обзор Снял Какие колеса Самые лучшие Все Моноколесники Все продвинутые Все на прошках Ездят Только В Питере И вот Как раз Через месяц Через два Они перестали Делать Прошки И я Мы разговаривали С ним И я не мог Даже разглядеть Его Когда делаю У меня все Вопросы Он не бросался В глаза Вот эти все Динамики У меня только Они Один вопрос Только к ним Вопросы Все С ручкой Я уже Смирился С ручкой Я уже Смирился А вот К динамикам Вопрос остался Поэтому Очень хочется Сюда Какую-то Как-то Сделать Можно Сеточку Взять От простых Динамиков Просто Самому Загнуть Ее Плоскогубцами Ну да Вот так По периметру Можно вырезать Можно просто На ушки Сделать На несколько Не обязательно Все обжимать На ушки И на герметик На простой Вот так вот Защелкнуть Сюда И она будет Ровень Она на качестве Звука Никак не скажется Потому что Динамик Все равно Сюда И все По крайней мере Пальцы Никто Не будет Сувать Туда Если Мы По мокрому Сильно Не ездим Да и По мокрому Он нормально Держит Если Что Есть Кусочек Карпета Можно Заклеить Сверху Просто Что Вот Я Денег Понапихали Во все В три Замка Везде Эти Слава богу Мне удалось Вытащить Это Триндец Вообще Но они Дети На них Даже Ругаться Бесполезно Я сам Дурак Дураков До сих пор Глупости Делаю А они То чего Вот Так что Вот здесь Чуть Чуть Подкисление Пошло Чуть Чуть Это Несмотря На Стокилометров Пробег Да У меня Больше Я скажу У меня На Ларгусе Там Где Делал Полностью Антикор Человек Очень Хороший На станции Работает Полный Антикор Вот он Сделал Душой То есть Там Все Залито Так Что Мама Не Горю И я Сдуру Поставил Хромированные Защиту Порогов Ну Просто Дети Когда Залезают Машину Чтоб Не Царапали Эта Стука Хромированная Она Нанесена На Один Метал Через Медь Через Все Дети Когда Заходят Там Песочек Попал Между Корпусом Автомобиля И этой Хромированной Штукой Нарушилось Лакокрасочное Покрытие И образовалась Граваническая Пара И там Так Все Спучилось Вообще Жесть Поэтому Если Какие-то Защиты Порогов Только Пластиковые Только Пластиковые Потому Что Электрохимия Так Все Разрушает Что Триндец Да Обязательно Друзья Если Покупаете Колеса Чтобы Не Давать Так Сказать На Всякой Ерунде Зарабатывать Мастерам Просто Просто Вот Делайте Как Делаем Экспериментируйте Со Смазками Просто Чтобы Там Был Слой Смазки Ну И Когда Разбираете Старайтесь Чтобы Перед Этим Залить Чем Нем Вд Потому Что Вы Видели Что Здесь На Новом Колесе Приходилось Отплачивать Это Все Представьте Что Если Эксплуатация Была И во Влажной Среде Ну И Конечно Рекомендую Если Хоть Чуть По Влажному Эксплуатируете Обязательно Там Греющие Коврики Стоит Недорого Маленький Коврик Стоит 2000 Рублей Поставили Дома И Семья Будет Сся Счастлива Вся Обувь Будет Теплая Ну Я Уже Я Разгулялся Я Большие Ковры Уже Мне Это Все Повещение Это Все Ковер Так Мы Сейчас Не Пользуемся Обогревателем У нас На улице Сейчас 4 градуса 3 градуса Должно Повыситься До 4 У меня Нет Ни Одного Обогревателя И Что То Там Боюсь Собрать Конечно В районе Там 95 Ватт Что То Такое В зависимости От Площади Вот Он Под Ковер Под Ковром Лежит И Так Хорошо Пока Тфу Тфу Вот Сгорело Только У Андрюхи И То Я Подозреваю Что Андрюха Все Таки Экономный Парень И Он Собака Умная Розетка Он Выключает Коврик Я Не Выключаю Я Знаю Что Если Сохнет Вот Должно Пока Не Просохнет Я Ему Сейчас Говорю Андрюха Коврик Не Выключай Потому Что Колесо Должно Просыхать Лучше Конечно Чтобы Сделали Для Него Боксики Которые Пожарозащищенные И Все Такое И Там Где Есть Принудительная Просушка То Вентилятор Лучше Вентилятора Все Рано Ничего Нет Даже Этот Коврик Он не Просто Теплом Сушит Он Конвекционным Потоком То Что Воздух Проходит Потому Что Если Нет Воды Коррозии Не Будет Либо Если Нет Доступ Кислорода Либо Если Нет Доступ Воды Все Ни В одних Перегревается Да Вот У нас Тут Почетная Сходка Если Есть По Кингсонгу Вопросы Все Вопросы К Андрюхе Да пока Понятно Когда Самое Лучшее Колесо Или Какие Вопросы Андрюха У нас Сегодня В студии Самое Лучшее Колесо Которого Уже Не Было Когда Мы Покупали Тебе Твое Самое Лучшее Колесо Да Это MS PRO У Андрюхи Стоял Выбор Только Один Либо Никола Либо Кингсон 18 И Вариантов Нет Этих Уже Не Было Все Мне Зимой Александра Сбросило Что Вот Есть Это Я Андрюхе Тогда Сбросил Но Он Тогда Не Созрел Ну Как Не Созрел У него Еще Колесо Не Сгорело Еще Было Что Да Вот И Поэтому Блин Конечно Однозначно Если Был Вариант Между Кингсон 18 И XXM И Это Однозначно Это Поскольку Варианта Такого Не Было Все Но Андрюхи Кингсон Доволен Несмотря На Все Нюансы Ты Что Откуда Такой Светленький Не Не Стригись Не Стригись А Мы Ручку Меняли Ты Представляешь Да Шина Такая Как У Меня Да Так Я Про Что И Говорю Я И Говорил Что Андрюха Да Ждет Пока Сам А Ты Что Резину Хочет Но Сам Ждет Пока Скатается Вот Скаталась Тысяча Километров По Зиме Она Скаталась Серьезно Не Может Он В машине Лежит Пешком Пришел Откуда Такой Красивый Так Это Старый Будем Старый Старый Прозапас Старый Хороший Прозапас А что С ручкой А вот Вот Можешь Посмотреть Причина Всего При падении При первом Падении У тебя же Было Падение С Готвея Я понял Она Вылетает У меня Уже Было Сломано Ручкой Когда Андрюха Ехали Вдоль Бухарецкой И там Был Перепад Андрюха Еще Начинающий И Как-то Чук Колесо Там Два Перепада Да Два Так Красиво Крутилось Камера Почему-то Не писала Так Красиво В воздухе Прям Я Так Красиво Не летел Он Спокойно Сошел И все В этом Прелесть Да Красота Слушай А вот Это Открытые Они Так И есть Слушай Но Они Специально Сделали Это Знаешь Как Андрюхи На Работе На Прежней У Химика Что-то Мы Не Поставили Эти Штуки Еще Не Поставили За разговором Мы Сейчас Еще Космический Корабль В космос Запустим У Андрюхи Начальник Приезжает И всегда Разнос Устраивает А Подчиненные Как-то Приспосабливаются К этому И они Уже знают Что по-любому Будет разнос И Чтоб он До чего-то Не доковырялся Что они Делают Они Разбрасывают Урну Перед ходом На завод И он Приходит И сразу Ах Вы Такие Сякие Там У вас Бардак Там Все Пару Выпускают Все Все Элементарно Это Босс Хозяин Всего Этого Завода Всего Три Три Секунды И они Пару Выпускают И все Умные Собаки Ну и он Не сильно Злостный Видимо Раз он На одну Урну Слушай Да мы Все Не сильно Понимаешь Знаешь Мошенники Какие Я уже Начата Вконтакте Выкладываю Что Они Только Не Творят Это Вообще Даже Если Ты знаешь Человеческую Психологию Три Секунды Развести У меня в классе Был Василий Я все Не мог Запомнить Как его Зовут Василий У меня Единственный Как я Научился Запоминать Мультик Жит Котеночек Василий Правильно Офигенный Только Вот так Василий Василий Брызговичок Там Это Стандартный Ага Сейчас Стандартный Брызговичок Сколько Брызговичок 700 Рублей Неужели И привезли Еще Секодрифтов Нет Они эти Случайно Делают Нет Он на 3D принтере Напечатанный Напечатанный А вот Если бы он был Из стеклопластика Еще Наверное Был бы Еще Подушки Будет Сделать Как Американцы Делают Он Что-то мне Говорит Он На стол Не влезет Да У них Принтер маленький Ну да Наверное Начинающий Ну Я допустим Себе Подушки Пока Потому что Вот Андрюха Тогда Сошел А колесо Полетело А если Были Подушки Он бы И сошел Да Ну Может быть Он бы И не Упал Тогда Но Если бы Он упал Он бы Упал Я был На грани Если бы Я зацепился За колесо Новые Кобры Будут Они С другой С одной Стороны Они Не дадут Тебе Слететь С колеса С другой Стороны Они Не дадут Тебе Сойти Там Уже Был Вариант Что Точно Я Должен Был Сойти С колеса Там Завоблило Его Расколбасило Не надо Было Сходить А так Бо Я полетел И оно Бы Сзади Здесь Вот Такие Нюансы Если Мы Занимаемся Если Мы Как Фантом Прыгаем На Препятствия И Не Используем Он же Не Использует Эти Кобры И Подушки Он Просто Ноги В Распор С Шипы Ставит У Него Ролики Есть Офигенные Силайки Фантомасу За этот Ролик Это Офигенно Просто Ноги Ставят В Распорку И Он Может С Колесом Прыгать Просто Подошва Держит У Него Все Это Это Вот Это Круто Тут Надо Поймать Это Как Колесо С Подвеской Это Что То Такое Что Вроде Кому То Надо А На Самом Деле Блин На Коньках Стоим Я То Не Стою Почему Коньков Нету С Подвеской Почему Нету Потому Что Никто Не Задумывался Что Надо 100 Километров На Этих Коньках Куда Ехать По Неровному Озеру На Чуть Продержишься Еще 20% Может Лежащих Полицейских Не Помеченный Был Хотя Зря Не Помечают Вот Это Рассказываешь Надо Обязательно Будет Со Времени Когда Со Времени Не Ну Я Надеюсь Что Сливается Соглас Покажу Сейчас Ролик Потом Где Я Так Летел На Лежащем Полицейском Две Коленьки Штаны Рука Немножечко Ну Рука Прошла Быстро Достаточно Что У меня Ничего Кувырок Бразилан Там Высокие Они Будут Они Когда-то У нас На Дорогах Не Рисовали Ничего Свето Возвращающего Сейчас Хоть Рисуем Правда Я Смотрю Как Это Называется Сейчас Кочевников Как Ты Фильм Говорил Вот Этот Земля Кочевников Вчера Начал Смотреть Он К сожалению Наиве Сейчас Только На Английском Языке И Субтитры Поэтому Приходится Смотреть Вот Не Отвлечься Не Послушать Приходится Смотреть Я Смотрю Господи Ребята Какой Хороший Мы Стране Живем Этот Фильм У них Занял Первую Премию На Оскаре Они Про Свою Жизнь Я Смотрю Слава Тебе Господи Что У нас Не Так Это Просто Траш Как будто Если бы У нас Как это Левиафана Сделали Лучшим Фильмом Да Там Где Показали Все Перегибы Всю Эту Хрень Вот Если бы У нас Сказали Да Народ Решил Да Действительно У нас Везде Так У нас Одну Унылое Говно Доминировали За Иностранный Фильм Слушай Это Они Если бы А так Они Получается На Оскар Взяли Даже Там Не Поверили Слушай Я Я Не Смотрел До Конца Еще Я Вот Сегодня Досмотрю Наверное Но Начало Вообще Грусть Вообще Грусть И Тоска Это Тяжело Хочется Блин Хочется Взять Колесо Прийти К ним Ребята Давайте Унылое Выключайте Вы Че Какое Друзья Вот Вот Решение Всех Вообще Всех Грустно Скучно Главное Чтобы Родные Близкие Здоровые Были И все Это Решить По Работе Вот Там Выпустили Ролик 200 200 Тысяч Зарабатывает Курьерному На кризис Нет денег Иди Курьером Да Ради Бога Пока Там Кто-то Научится Ты По крайней Пару Тройку Лет Будешь Обеспечивать Свою Семью Полностью На Шум Будет Неледников Период Моноколес Период Еще Что-то Это же Такое чудо Это простые люди Это мы Простые люди Конечно Моноколеса Надо запретить Потому что простые люди Становятся счастливыми Без курортов Без кушавелей Без проституток Безо всего Мы получаем Столько удовольствия Сколько в жизни Не переживали Вот так Взрослые люди Могут встретиться Пообщаться Заниматься Чем в детстве Только занимались И получить От этого Море удовольствия Это круто Так что Друзья Вставайте на колеса Ну что Камера перегреется Выкручится А я пытаюсь Ручку поставить Я не помню Как ее ставить Очевидно Что сначала Надо Ее Очевидно Что сначала Надо ее Скрутить А потом Прикрутить И очевидно Что ее надо Скрутить И раскрутить В выдвинутом В выдвинутом Состоянии Меня единственное Что вот Шарики Итак друзья Последние проценты На батарее Чтобы не перегрелось Ручечку поставили Все на винтики На новенькие Все силиконочкой Смазали Все пальчиком Прямо делается Все кайфово Там прям Я завидую А в завидуюсь И заговорили о чем О пожарах О том что произошло И Василий Ты купил уже В общем короче Вот Одеяло сварочное На всех инструментах Вот какие хотите Получается Я так понимаю Что вот Оно как раз Подойдет Для экстренного Тушения Только единственное Понять не могу Вот оно 100 на 100 Это не то Вот этот Ты говоришь Вот такое У них было Да Типа У которого нет В наличии Чего-то Антипригарное До 1200 градусов А там было До 1000 В общем друзья Да Если хотите Вот дома Можно повесить Такой ковер На стену Который В случае чего Может Накрыть колесико И предотвратить Разлетание Искр Да И дальнейшее Горение Да Если Перекроет Доступ к кислороду То есть Все это есть Свободные продажи Единственное Что вот Ну оно точно Вот такое Да Как вот это было Сейчас посмотрим Люки Гай 29 похожих товаров Но здесь Одеяло Какие-то Вообще Другие Нет в наличии Да Но получается Что оно Нам подходит Азбестовая Кошмар В виде Здесь Азбест Нельзя Дома держать Андрюха Азбест Это Канцерогенный Материал Его Вдыхать Нельзя И не дыши Он в чехле Да Без разницы Без разницы Что значит чехле Тогда мебель Из МДФ Тоже нельзя Не, Андрюха Азбест Он запрещен категорически Просто категорически Запрещен Стеклоткани Вот есть Если не хочешь Алиса Противопожарное Одеяло Еще для вас ответ Полотно Вот оно Противопожарное Полотно Вот, наверное Покажи Полтора на два Да Где ты его нашел? Все инструменты А почему я не могу Его найти здесь Все инструменты? Почему? Как оно называется? Полотно Противопожарное Покажи, пожалуйста На своем смартфоне Так, чтобы было видно Но только нет в наличии Но это во всех инструментах Нет, так-то где-то есть Еще раз Точная формулировка Сейчас будем искать Противопожарное полотно Полтора на два Стеклоткань Из всякого азбеста, да? Нет, нет Тут стеклоткань Если азбест Мы решили, что Так, еще раз Противопожарное полотно Алиса Противопожарное полотно Противопожарное полотно Купить в СПБ Пожалуйста, нашла 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 Отлично Перейти на сайт Нет, а где? Она нашла просто кучу всяких сайтов На которые я не могу Почему так она делает? Кошмар пожарная Вот это шум Открыть доступ к цене Молодцы Молодцы Вообще молодцы Это вообще какой-то левак Ну это не левак Это вот как раз госзакупки Знаешь, как договоришься Сколько откатишь Только и будет Знаешь там Хочешь за полторы Хочешь за 15 Хочешь за 150 Сколько отсыпешь Сколько тебе надо Дай его купить Алиса Привет, Алиса Алиса Противопожарное полотно Вот оно 1700 Кошмар Кошмар Есть Самовывоз 1700 Да Стеклоткань То, что нужно Полтора на два метра Огнеупорное покрывало Изготовленное Со стеклоткани С огнепорным свойством До тысячи градусов Ну что, надо купить Проверить Для начальной стадии пожара Для тушения огня на одежде При поведении работ с огнем Сварочная работа Для защиты оборудования Элементов конструкций Тушение горючих материалов Путем прекращения доступа К ним кислорода Ну что, друзья Осталось только решить Камень, ножницы, бумага Чье колесо будет гореть А вам надо Экспериментировать И будет контакт Любая покрышка Друзья Если кто-то знает Какие материалы Можно использовать Еще лучше Для тушения Тьфу-тьфу Литий-ионных аккумуляторов Да? То сообщите Это очень важно Можно продавать Кстати Чехлы для смартфонов Потому что там Такая же батарея У людей паранойя Это бесконечно Можно заработать Кучу денег, друзья Чехлы для колес Сразу делать А, чехлы для колес Точно делать Э, уважаемый Девай-девайс Да, вы там делаете Магазин у вас Давайте Я приехал Раз застегнул Высушил Застегнул И все Стоит Высушил Долго сушиться Она будет Застегнешь Там конденсат Будет Грибочек Там все такое Потом будет Не коронавирус А грибок Моноколес По стране пойдет Не езди По воде И все нормально Все Все, друзья Спасибо, что смотрели Все, ручку поменяли Все, огонь Все просто Ни капельки Не бойтесь Все чудесно Получается Колесико огонь Я заценил Брызговичок Оказывается Он просто вставляется Защелкивается Вообще Классно Те, кто придумали Вообще классно Сюда можно С пленочкой Если кто-то хочет Еще заценить Да Зачетный Брызговичок Мне нравится Но единственное Что для фаншуй Я бы его еще Карбоновой пленочкой Такой, да Чтобы было Вообще Чтобы все такие Где ты купил такую штуку Все, друзья, спасибо, что смотрите Все лайки Василию и Андрюхе Спасибо, парни Пока-пока